Привет, дорогие друзья! Вы на канале Насталки Лайв. Смотрите, кто со мной сегодня. Здорово! Эдуард. Эдуард приехал, чтобы мы поиграли в Unsettled. Unsettled. Вот такая маленькая коробка на столе. Не пугайтесь, это не Unsettled. Это его маленькая часть. Маленькая часть. Unsettled — это ближайшая, будущая какая-то предстоящая локализация от Chuchu Games. Я просто не понимаю, когда выйдет это видео. Видео, скорее всего, наверное, под предзаказ. Вероятно, вряд ли раньше. Но просто вот, если вы это смотрите, значит, вы понимаете, что здесь сейчас будет происходить. Unsettled — это выживач с небольшим налетом повествования. Но в основном это просто прям жесткий кооперативный выживач. Для меня это будет уже третья партия. Для Эдуарда — вторая. Я играл третьей сложности и первой сложности планеты. Эдуард играл только первой сложности планеты. Сегодня мы играем планету третьей сложности. Посмотрим, как у нас все пойдет, потому что планета первой сложности, ну, как-то так, без особого напряга. Ну, по крайней мере, первую часть. Давайте о том, как устроена игра, чтобы вы понимали, что значит первая часть. Значит, есть коробка базовая, там все необходимые компоненты для того, чтобы сетапить игру без планеты. То есть все, чем вы будете пользоваться игромеханически. В коробке с игрой, в большой коробке, лежат две таких маленьких коробки, но это не одна из них. Они пронумерованы и как-то называются. Каждая такая коробочка содержит в себе приключения, состоящие из, ну, не приключения, планету или систему, в которой три разных приключения. Они между собой никак не связаны, кроме места, в котором действие происходит. В правилах написано, если вам больше нравится, считайте, что это событие, которое происходит в параллельных вселенных. Как будто, ну, вот это разные экипажи, или, может быть, спустя, там, разное время, количество времени прошло, разные экипажи прилетают на эту планету, и там происходит... Да, написано, что вы только один раз посещаете эту планету, и, типа, ощущаете, как будто только один раз её посещаете. Ну, типа, да, типа того. Поэтому они так и расписаны, там, A, B и C. Вот, чем, ну, старше буква, чем дальше буква, тем сложнее само приключение. Мы играли... Я всё время играл ранг А, и сегодня мы сыграем ранг А тоже. Для нас эта планета новая. Она называется... Мне нравится называть её Кайфулиус, но она как-то странно Кай... Кай... Кайлифос называется. Да, ещё и с этим сопостром, с ударением. Да, очень странно. Не прочитать, Кайфулиус. Кайфулиус, короче. Планета Кайфулиус. Но там, судя по этому, совсем не Кайфулиус. Под номером 6 это как раз доп, потому что на первой волне был ещё 4 новых планеты. То есть, в базе 2 и 4 новых планеты. Например, в каждой планете 3 приключения. Так вот, вы в базовой коробке находите компоненты, а потом в такой коробке находите компоненты непосредственно для играния в эту коробку. Это как раз вот то, что у нас разложены вот эти карточки, локации, какие-то дополнительные эффекты, события, квесты и даже карты прокачки. В каждой коробке свои, потому что они как-то соотносятся непосредственно с приключением на планете, которую вы посетили. Так эта игра устроена. Давайте я переключу, ну я надеюсь переключу. Вот, ураха, работает. Хоть что-то сегодня работает. Я коробочку убираю, она нам не понадобится до конца, а потом понадобится, когда мы будем складывать только игру. Итак, вот эти вот пластиковые треи, они один в один так складываются в продолговатую такую коробку. То есть, для того, чтобы засетапить основные компоненты, вам нужно просто достать эти планшеты и всё. Потому что жетончики в основном и всякие компонентики, они уже лежат в ячейках, вам не приходится это раскладывать. Вы достаете планшетики, достаете такие кубички, такие всякие кубички и свои миниатюрки. Здесь у нас красный, фиолетовый приключенец и исследователь. По сути, эта игра не про бои, то есть, не про истребление чужих. Мы, по сути, гражданские исследователи. Учёные, да. И ещё вот робот Луна. Я попробую приблизить. Да, вот такой вот робот Луна, наша помощница. Она нам, да, помогает преодолевать всяческие трудности. Вот эти все карты, которые вы видите, это карты и вот дополнительные такие вот жетоны, которые лежат в частности. Вот тут это то, что нам пришло непосредственно из коробки с планетой. Вот те жетончики, тоже из коробки с планетой. А вот это всё в базовой лежит. Также из коробки с планетой вот эта карточка, которая управляет Луной. У нас есть специальное действие на Луну, и оно также в каждой коробке разное. Вот это база. Мы подготовили игру. И вот будем вот в это всё играть. Мы зачитаем вступление к планете. Здесь у нас есть и краткая подготовка. И правила непосредственно самой планеты рассказывают, какие нюансы правил появляются. То есть, и возможно, даже какие-то правила могут меняться. Базовые правила могут чуть видоизменяться в угоду тому, как устроена непосредственно сама планета. Давайте быстро по компонентам более конкретно. Значит, вот здесь у нас планшет ресурсов. У нас есть data. Это данные, которые мы собираем на планете. У нас есть материалы, которые мы собираем на планете. Чёрные кубики, как правило, это универсальный какой-то маркер, который для каждой планеты может значить что-то своё, чтобы более удобно какие-то вещи отмечать. Также у нас есть power. Это какая-то энергия или сила. В каждом сценарии это может быть что-то своё. Что мы будем копить и тратить? Просто здесь это вот так в одной ячейке сделано. А здесь материалы мы сможем копить и тратить. Вот на этой штуке у нас лежат три здания. Синяя, зелёная и красная. Это лаборатория, исследовательский штаб и мастерская. Всё это мы сможем построить на планете, если захотим. И под каждой из них ещё четыре жетончика конкретного цвета. Эти жетоны будут получаться нами, показывая, что мы делаем какие-то научные открытия. Здесь, кроме жетонов, ну не событий, а по сути жетонов лора. Находок. Да, хорошо, да. Вот находок. Эдуард хорошее слово придумал. Жетоны находок, да. Но по сути они обеспечивают атмосферу игры. Они иногда нужны для каких-то конкретных вещей, но зачастую это жетоны, которые добавляют... Как правильно сказать? Атмосферу. Атмосферу я просто использовал уже. Они обогащают лор происходящего. Понимаем по нему, что на планете происходит. Да, да. То есть ты не просто какую-то карточку берёшь, а вот получается карточка-жетон, сочетание. Ну вы сейчас всё увидите, когда мы будем играть, мы всё это будем проговаривать. Вот такие смешные жетоны. Огромные прозрачные блямбы. Да. Розовый и синий. Они будут помогать нам отмечать, на какой части планеты у нас квест. И жетончики, показывающие, что у нас есть разведанная локация, и там мы уже квест получить не можем. И последний планшет. На нём лежит жетон времени. И вот он так бегает по кругу, показывая, что наш конец близок. Потому что когда он будет делать оборот, мы будем терять выносливость. И когда все потеряли выносливость, мы проиграли. А чуть выше вы видите чёрный маркер. И это называется треком. Но тут всего две ячейки. Это доверие команды. В зависимости от того, на каком положении он находится, могут происходить события. Кубики исследовательские. Луна нам сможет сканировать местность. И искать нам данные. И искать материалы. Планшеты. Планшет у каждого игрока идентичный, отличается только цветом. И в начале мы выбрали ещё вот по такому жетону. На каждом планшете есть шесть ячеек под выставлением кубика. Это шесть действий. Все они одинаковые. То есть все исследователи имеют, все учёные имеют одинаковый набор действий. Но в начале мы выбрали по одному жетону, который немножко меняет накрытое действие. Вот видите, действие investigate. Я выбрал себе действие investigate. Вот оно у меня накрытое и немножко по-другому работает. У Эдуарда другое действие. Таким образом достигается небольшая асимметрия. Слева у нас выкладываются карточки. Когда мы достигаем какого-то научного прорыва в инженерии, химии или в робототехнике, мы будем выкладывать вот сюда карточки вот этих научных прорывов. Они будут давать нам всякие классные бонусы. Тоже асимметрия. Да, всякие классные свойства, мощные, которые будут нам помогать. Добывая находки, вот про которые мы с Эдуардом уже говорили, жетончики, мы будем получать ещё аномалии, связанные с этими находками. Карточки будут выкладываться сюда. Это тоже доп-квесты прям сюжетные, грубо говоря. Они будут как-то завязаны на сюжете игры конкретной планеты. Треки. Это как раз выносливость. То есть, если игрок потерял выносливость целиком, он сидит и ничего не делает. Теряет сознание, его носишь просто, как последний герой. Да, и тебя носят по всей планете. Всё так. Если все вот сюда маркер довели, то игра закончилась поражением учёных. Также у нас есть маркер вдохновения. Мы будем его вот так тащить по треку, получая вдохновение. И когда надо будет сделать шажочек, мы будем делать круг. И как раз сюда добавлять жетон научного прорыва, про который я вам уже говорил. То есть, если у меня вот этот кубик был на красной грани, и сделал шажочек сюда, я получил красный жетон, и кубик поставил в начало на любую грань, какую захотел. Таким образом, я смогу прокачивать, ну, делать разного типа научные прорывы. Это может мне помочь делать абсолютно разные вещи, потому что ты никогда не знаешь, когда тебе потребуется какой жетон для того, чтобы что-то выполнить. У игры нет определённого количества раундов. Мы играем, как я уже сказал, до тех пор, пока все они будут без сознания, или пока мы не выполним миссию, добравшись до корабля. Мы ещё не знаем, какая нам миссия предстоит вот прям в то, во что мы сейчас будем играть. Мы это прочитаем, и вы узнаете это вместе с нами, грубо говоря, в реальном времени. Мы должны будем понять, что сделать, мы должны будем это сделать, и втроём, так как у нас двое плюс луна, и втроём вернуться на корабль. Ну, как на корабль, на шаттл, потому что где-то на орбите наш корабль, мы на шаттле, который называется Скоробей, спустились на планету для исследования. Вот наш Скоробей, можно играть на обратной стороне, всего таких в коробке три жетона. Это для упрощения игры, они добавляют нам какие-то способности. Ну, мы чувствуем всесилие внутри себя. Пока нормально играем. Пока играем, да, на нормальном уровне сложности. Можно её регулировать, кстати, да, можно усложнять, упрощать. Вот, мы играем просто на нормальном уровне сложности. Вот, выполнили миссию, все втроём вернулись, улетели, победили. Можно вернуться не всем после выполнения миссии. В правилах сказано так, вы, конечно, победили. Точнее, не так. Вы, конечно, выжили и улетели, но ваши друзья остались на планете, вот, так что сами решайте победой этой вине. Вот, ну, надеюсь, Эдуард меня не бросит в трудную минуту. Ну, и последнее, это кубики. Это кубики, которые не бросаются, потому что это рабочие. Это рабочие, да, рабочие счётчики. Здесь в следующей игре они тип рабочего. Один, два, три и символ времени. Это вот система выполнения действий в этой игре работает от этих штук. Итак, мы ходим по очереди. И в свой ход можно выполнить движения, потом три действия, одно из которых обязательно отдых. Мы обязаны выполнить три действия, одно из которых отдых. Это как раз делается выставлением кубиков. И затем можно, если хочется, выполнить действия луной. Можно её подвинуть на одну клеточку. Можно просканировать планету. И всё. Готово. Да. Как двигаться? По базе ты двигаешься на один. Ты такой, оп, и всё. Всё, подвинулся. По диагонали ходить нельзя. Можно ходить только ортогонально. Ещё, между локациями, они в игре называются ноды, между локациями можно встретить символы. Смотрите, вот тут есть символ времени, есть символ вдохновения. Если я решу пройти вот так, я должен триггернуть оба символа. То есть, я получаю вдохновение, то есть, двигаю на планшете маркер у себя здесь, и трачу время. Двигаем, да, по треку времени жетончик. Я не очень хочу двигать время по очевидным причинам, поэтому мы будем стараться выбирать какие-то максимально эффективные маршруты. Возможно. Посмотрим, как пойдёт. Идея в том, что вот как эти локации, что отнимают или дают, мы знаем. А вот это рубашка, поэтому, когда мы заходим сюда прийти, мы это откроем и посмотрим, что произошло. Идея в том, что ты не можешь вращать локации. Это вам не каркасон, где ты положил, как тебе удобно. Мы всегда ориентируем карточки, как лежит скоробей. Они должны быть сориентированы одинаково. Поэтому мы не выбираем. Мы откроем, вот эти случайно были разложены, и посмотрим, какое здесь соединение. Бывает такое, что открываешь, а там минус два времени. И такой, ну классно, походил я. Очень классно. Если там пусто, ну ты ни вдохновения не получил, ни времени не потратил, тоже не самое плохое, что могло случиться. Это что касается движения. Что касается Луны, в целом, это та же самая петрушка. То есть, вы просто двигаетесь ортогонально на одну, и можно ей посканировать. Есть кубик данных, есть кубик элементов. Вы берете кубик данных, например, бросаете. Луна нашла на этой локации... Посканировала двое данных. Нашла, да, какие-то данные. Идея в том, что еще найти данные, пока эти не собраны, нельзя. Но здесь можно будет найти элементы впоследствии. Но в свой ход я не могу и то, и другое искать. Я выбираю что-то одно. Вот элемент. Элементы и данные собираются отдельными действиями. И вот теперь, раз я вам про такие простые вещи рассказал, давайте перейдем непосредственно к действиям. Ой, простите. Итак, у нас действия все возле здесь на планшете. Самое простое, это у нас траверс. Это действие позволяет сделать дополнительный шаг. Если я размещу сюда кубик, я смогу сделать дополнительный шаг. И мало того, могу с собой потащить члены экипажа еще. Но за него не придется тратить время, если мы будем проходить отметку времени. Ну и вдохновение он тоже получать не будет. Также... Так же, если вдохновение, когда тебе на плече не случится. Да, можно тащить как члены экипажа без сознания, а можно просто схватить за руку. Тут, видимо, невесомость такая слабенькая. В смысле, сила притяжения слабенькая. Ладно, и поэтому легко можно потащить за собой дружище через всю планету. Это действие траверс. Действие теоретизировать позволяет другому исследователю получить вдохновение. То есть, если я выполняю действие исследования, то Эдуард... Теоретизизирование. Ой, теоретизирование, да. То Эдуард сможет поднять у себя кубик на треке. Поддержка. Поддержка позволяет удалить один стресс. Мы в процессе будем получать вот такие карточки стресс. и накрывать какие-то клетки. Накрывая действие, мы не можем его выполнять. Никогда нельзя накрывать отдых. Если клеточка накрыта, выполнять не могу. Но Эдуард, если применит поддержку, причем мы должны на одной локации находиться, то я смогу сбросить это, а он еще увеличит наше доверие на один. Про доверие я скажу чуть позже. Доверие на один. Инвестигейт. Эта штука позволяет открывать нам квесты. Допустим, я хочу выполнить исследование вот на этой локации. Я выбираю один из квестов. Допустим, вот этот. Беру соответствующий ему жетон и кладу на локацию, показывая, что здесь у нас доступный квест. Я открываю карточку, получаю, возможно, какие-то разовые бонусы сразу за открытие. Читаю лор, мы смотрим, как выполняются квесты, что мы за это можем получить. И знаем, что здесь можно будет этот квест выполнить. И все. Также работает и вот с этой. То есть у нас одновременно может быть открыто два квеста. Их можно сбросить, если хочется. Но не пригождался. Что ж, надо плавить еще? Да. И когда ты выполняешь квест, когда ты находишь квест, ты сразу размещаешь вот такой жетончик в локации, показывая, что эта локация исследована, и соответственно, больше в ней квест не открыть. Нельзя стоять и спамить квесты. Спамить, ну в смысле, находить, выполнять, находить, выполнять. Это чит. Все, вот для этого эти жетончики как раз нужны. Это что касается действия исследовать. Отдых. Отдых. Ты просто крутишь время на треке на один и передаешь ход. Все. Отдых это последнее, что ты делаешь в свой ход. И еще есть рекавер. Я его опустил, потому что не сказал важную вещь. Когда ты выставляешь кубик в клетку, в ячейку, то ты должен его подкрутить. Есть черная ячейка, есть белая. Белые увеличивают значение на кубах, а черные уменьшают. Соответственно, если я ставлю сюда двойку, я должен сразу уменьшить ее на один. Это не означает, что я выполняю более слабое действие. Действие, сила действий не зависит от, ну по крайней мере, все основные действия, их силы не зависят от значения на кубе. Но, если я вдруг ставлю кубик, на котором есть часы, я выполняю действие, но трачу на это очень драгоценное время. Поэтому нам нужны как раз вот такие клетки, которые подкручивают нам кубы обратно. Например, я единицу поставлю на отдых и, соответственно, сразу подключу на двойку. Подкручу на двойку. Так вот, рекавер позволяет мне, например, поставить единицу. Ну, конечно же, я часы не хочу... Подожди, в какой же... Хочешь. А, это проверяется после... Нет, ты когда должен уменьшить часы... А, когда уменьшить, тогда уменьшить должен часы, да, все правильно. Поэтому, да, я хочу сюда поставить часы, чтобы увеличить это на три. Потому что там три стрелочки. Да, тут вот тройная стрелка. Но рекавер зато снижает наше доверие. Ну, а что ты отдыхаешь в команде? В команде. Доверие выглядит вот так, по другим маркер туда-сюда. Вот там, вот это белое, это хорошее доверие, черное, это плохое доверие. Пока у нас на хорошем доверии маркер, у нас наши асимметричные свойства на белой стороне. А когда на маркер на плохом доверии, мы переворачиваем и накрываем другое действие. То есть, немножко меняется у нас свойство с этого жетона. Оно не становится хуже, оно просто становится другим. Прикол там в том, что если у вас маркер на хорошей стороне и вы должны получить доверие, то вы кумулятивно на всех получаете подкрутить кубы, подкрутить, короче, два вращения куба получаете. Соответственно, я могу один кубик на два улучшить, два своих кубика улучшить на один, или, допустим, один свой куб на один, и я свой куб на один. И вот с плохим доверием то же самое. Если у нас плохое доверие, и мы должны понизить его, то мы будем, наоборот, скручивать кубы по такому же принципу. Это очень опасно. Ну, абсолютно так, потому что самый важный ресурс – это время. Если мы не уложимся во время, мы проиграли. Также вот все эти действия выполняются таким же образом везде, где мы их можем встретить. Это, например, на планшете ресурсов, это свойства луны, это выполнение квестов, это непосредственно на локациях они тоже встречаются. Также место под кубик, также подкрути туда или сюда его, ну, в одну или другую сторону, и что-то сделай. Здесь, например, можно собрать дату, причем луной. Ты не сам собираешь данные, а луна должна находиться на локации с данными, и она собирает одну единичку данных. Здесь собери материалы, ты должен находиться на локации, собираешь единичку материалов. Сюда приходишь, независимо от того, где ты находишься, просто ставишь сюда кубик и получаешь пауэр нам в общий запас. И последний нюанс с выполнением действий. Часто можно встретить вот такой вот символ дополнительный. Смотрите, теоретизирование. Другой игрок получает вдохновение, но если я сюда поставил синий кубик, и я тоже получаю вдохновение, выполняя траверс, я могу дополнительно подвинуться и кого-то потащить. Но если поставил сюда красный кубик, дополнительно еще могу получить вдохновение. Например, с ресурсами та же самая петрушка. Здесь, если я на сбор данных поставлю синий кубик, то Луна соберет не один кубик данных, а два. И то же самое с элементами, ну, с материалами, и то же самое с пауэром. Строительство зданий происходит подобным образом. Ты ставишь сюда кубик, независимо от цвета, и строишь локации, которые это подразумевают. Мы будем открывать, покажем вам, как они выглядят. Но для строительства здания определенного цвета, вы либо тратите, ну, по базе дополнительное время, либо, если вы не хотите, а мы не хотим тратить это время, мы можем здание построить, если у нас есть жетон соответствующего цвета. то есть жетон научного прорыва. То есть с красным жетоном я не могу построить исследовательский штаб, но я могу построить мастерскую, потому что она требует наличия красного жетона научного прорыва. Что у нас делает? А, что делает у нас Луна, я сейчас расскажу после того, как расскажу, как работает планета. Мы переходим к планете. Итак, сначала лор и потом правила, да? Да, я думаю, да. Сначала лор. Где мы вообще оказались-то? Да. Короче, Google Translator переводят как Caliphos просто. Мы с тобой о моем голове он такой Caliphos. Не Kifuli? Kifuli лучше. Kifuli. Итак, добро пожаловать в рай. Это такой рай? Не знаю. Забегай вперед, тут кровососы есть. Спойлеры. В попытке доказать, что реальность космических путешествий гораздо более прекрасна, чем выдумки, которые мы читаем в детстве, Вселенная предоставила нам это величественное место назначения, огромную, отрубленную голову древнего небесного существа с успокаивающим безжизненным спокойствием, парящую в темных глубинах бытия. Нам нужен саундтрек из 80-х. Плавное вращение должно обеспечить достаточную силу тяжести, чтобы удерживать наши ноги на роскошной почве из мягкого эластичного мяса, которое на протяжении веков сохранялось в хорошем состоянии благодаря сохраняющему вакууму пространства. Хладильник. Летающий, да, холодильник. Первоначальные сканирования также указывают на обильное присутствие паразитических кровожадных форм жизни. Почти наверняка они готовы, вероятно, с большим, даже агрессивным энтузиазмом, обеспечить нам надежную систему упражнений и полный спектр групповых занятий, таких как отчаянное бегство, спасение своих жизней, криков от ужаса и смертельную схватку. Об этом действительно стоит написать домой. Классно, тексты, кстати, очень прикольно написаны. К сожалению, их не очень много. на этой планете у нас летающая голова, это все летающая голова. Тут у нас, видите, пасть какая-то открыта. Есть жетоны, из которых будут появляться кровососы. Гнезда. Да, это гнезда. Bloodsucker они называются. Это вот будем такие черные губички ставить. По триггеру, по триггеру на таймтреке, они будут появляться в этих гнездах и потом бежать к нам и пытаться кусать. По этим карточкам. Да, вот мы будем открывать здесь карточки, вот Bloodsucker Behavior, открываем, и там написано, по какой схеме они двигаются, и до кого они до первой забегают, они кусают, и тот персонаж получает дистресс. Накрывает что-то, вот, получаешь дистресс, тянешь еще ходячий кошмар, там тоже что-то происходит. В общем, Полный спектр упражнений. Точно. Крики от ужаса, спасение жизни. Да-да-да, точно. Групповые занятия. Что, как мы можем этому противостоять? Мы в качестве строительства, то есть на клетках, где можно строить здание, мы сможем ставить ловушки. Это вот прям ловушка на кровосос, она называется. Нужно лишь потратить материал. Мы ставим ловушку, на ней вот так располагаются две ячейки, и если кровосос приходит на ноту, ну, в локацию, где есть эта ловушка, он не успевает никого укусить, если там есть персонаж, и жетончик ставится на эту ловушку. И здесь находится, пока ловушка не заполнится. И он не кусает, он нам небезопасен. Да, он нам не опасен. Как только их два здесь накапливаются, ловушка сбрасывается, кровососы сбрасываются, но мы пока что в безопасности. А еще есть ловушки на дуппельгангеров, и мы таки напряглись, в смысле, но мы пока не знаем, что с ними делать. Возможно, что они даже не появятся в этом сценарии. Может, они... Да, они, кстати, да, они могут быть во втором среднем сценарии. тем не менее, в коробке есть эти жетоны, может быть, реально мы их не встретим. Нужно приписать на всех пожарных. Причем, смотри, здесь такое ощущение, что место тоже под жетон какой-то. Да. Который здесь. Точно! Черт! Блин! Я спрошу, где его когда бывает. Да, кстати, вот это вот просто на выбор куча жетонов в коробке, чтобы вы свою личность прикрытили. Это забавно. Вот. Все. Ну да, когда кто-то кусает, они уходят в закат. Надеюсь, что они в нас. Подожди, они кусают, ну в закат, если бы взброс, ты имеешь? Да. Ну понятно, понятно. Вот. И последнее, что нам осталось сделать, это прочитать непосредственно начало сценария. Это вот это вот... Ну давай я покажу, как она устроена. Значит, это вот сценарий, состоящий из 8 страниц. Ой. Из 8 страниц. И мы вот так вот перелистываем и смотрим, что происходит. Так, положу пока. Not so тестит ритц. Надеюсь, что это про нас. Вероятно, и про нас. А я не убирал, хотел посмотреть, просто, что дает. Там же какие-то условия провязываются. Ну или ты почитай. Не очень вкусное угощение называется сценарий. Мы собирались голодать. С нашими продовольственными запасами, раздавленными, сожженными, разложившимися и выброшенными в космос в результате инцидента с червоточиной настали тяжелые времена. Ауч. Блин, знаешь, это немножко напоминает Бризыч. Да, да. Такой вот классный космостёк. Обязательно попробуйте Бризыч. Классный выживач. Ну, такой. Забавный. Очень своеобразный, да. Мы выжили, съев некоторые странных припасов из медицинского отсека, но их хватит ненадолго. И они действительно странные. Представьте себе нашу удачу, думали мы, когда мы обнаружили гигантский плавающий кусок мяса, почти наверняка сохранившийся благодаря полному отсутствию атмосферы. Конечно, есть курские большой мертвые головы инопланетянина противно, но также противно есть и выращенные в пробирке человеческие органы, к тому же их почти не осталось. Просто 18+, у нас какой-то запись. К сожалению, эта удача не оправдала наших надежд. Тесты показывают, что органический материал головы странным образом лишен известных питательных веществ. Мы могли бы съесть ее, но это бесполезно, поэтому мы не будем этого делать. Однако, как оказалось, у головы действительно есть атмосфера, и она является домом для чудовищных паразитических кровососов. О, эти кровососы напичканы питательными веществами. Пора поужинать. Итак, сетап. Значит, выполни сетап, мы выполнили уже его, и наполни морозилку. А, вот, вот откуда, я просто читаю и понимаю, что нужно наполнить. Наполни морозилку называется. Короче, наш первый какой-то такой квест общий. Уже второй раз я еще не еду. Куча очень голодные, самый голодный ученый. Ну, это выживач или не выживач. Нам нужно построить ловушки и поймать этих богатых питательным веществом ужастиков. Значит, разместите один материал на начало этого трека в качестве маркера. Постройте ловушки для поимки кровососов. Каждый раз, когда кровосос попадает в ловушку, маркер материалов перемещается на одно деление. Учитывайте всех пойманных кровососов, даже если ловушка не заполнена и не уничтожена. Так, давай покажу. Вот так вот мы положим сюда материал и вот когда будем ловить кровососов, будем двигать эту штучку. И вот тут финиш. Пять. Раз, два, три, четыре. Да, на пять кровососов надо поймать. Эдуард. А потом нам нужно будет... Или давай я на тебя переключу. Покажешь. Да. Потом нам показывают, что нам нужно их как бы взять на корабль и начать хранить теперь нормально. нам нужно будет иметь два продвижения в лабораторном треке в зеленом. Нам нужно построить лабораторию и быть на лаборатории. Выполнить там действия. Выполнить там действия, имея в запасе один материал, двое данных и три мощи. Следующую... А, в смысле следующую планету? Следующую партию, да. Блин, ну это жестко. Очень. В сравнении с тем, что было на первой планете. Ну да. Кстати, ну вообще интересно. Да. Я не проговаривал это, но вот кому-то надо иметь два зеленых жетона. Необъемно. Да. Но если мы, допустим, мы оба будем находиться на лаборатории с лабораторией, чтобы выполнить это действие, и у меня не будет вообще этих жетонов ауэда будет два, я могу выполнять это действие. Потому что, ну мы, ну типа команда. Я ему рассказываю, как это сделать. Что делать, да. По связи. Тут очень много кооперативности в этом плане, потому что ты, кстати, ну вот эти действия, которые мы будем получать через продвижение и через аномалии, мы можем делать в ход любого игрока. В ход любого игрока тоже, не только своего. И они почти все, прямо на них написано, что лимитировано можно использовать раз в ход. И раз в ход, в смысле, в любой. То есть, если вы играете там вчетвером, а, да, если в четвером играете, то получается ты свои действия, которые ты открыл, ты можешь делать четыре раза. В ход каждого игрока. Это полезно по кооперативности. Вот. Мы, кстати, начинаем на... У нас всех фокусов по два. На двоих. О, это хорошо, потому что на троих... На троих там два, один, один. Да. Это хорошо. Так, Эдуард, скажи, пожалуйста... А что он это делает у нас? А, что делает... А, это понятие. Ты помнишь же, это... Инъекция в глотку. Инъекция в глотку. Да. Инъекция в глотку. Ты поставишь туда кубик, и любой эксплорер на этой локации получает подкрутить кубик в плюс за каждого крылосососа на этой локации по соседству. То есть, можно довольно много выращивать кубы. На два, три, я думаю, в среднем. Ну, как пойдет. В целом, я думаю, что крылососы в ловушках тоже считаются. Давай мы, знаешь что, давай мы с тобой определим, кто будет первоходить, наверное. Кто будет первоходить? Да. Как будто все равно, да? Как будто все равно. Ну, я не брюс, если ты начнешь. Я брюс, инсайт уже. Инсайт, кстати, да, давай зелененький, наверное. Оба? Ну, можем. Я помню, как на этой планете очень мощные зеленые были, помнишь, классные. Да. Но тут вопрос, возможно, от планеты к планете они будут кочевать. Здесь, может быть, помнишь, как было, типа, что было все три, допустим, зеленые. Думаешь, просто один, кто-то будет два зеленых получать, или ты их можешь по одному зеленому получить? Ну, их четыре, мы в любом случае можем каждый собрать по два. Я не знаю, ты хотел зеленый, ну, просто, ну, давай я. Давай оба зеленые сделаем, там посмотрим потом дальше, как будет. Хорошо. Не, постой, нет, давай не так. Давай сделаем это в разный тайминг, потому что зеленые прорывы тратят материалы. Нам придется копить слишком много материалов, чтобы мы оба могли использовать прорывы. Понимаешь, да? Окей. Я тогда буду... А еще, кстати, трапы требуют материала именно зеленого. Вот, поэтому давай-ка я, наверное, синие качну, посмотрим, что из этого. Синие робототехника, обычно там какие-то с брейкфурс, связанные с луной. С луной, да, ну, там Дань прикольно подтягивал, помнишь, себя? мы там нормально перемещались. Что, я тогда схожу, луну я не смогу ничего исследовать, я думаю, что исследовать будешь ты. Да, я подвигаю луну на 1 за счет действия луны и подвигаюсь сам на 1 за счет своего действия. Потратил время. Класс. Уже. Это, кстати говоря, уже открытое, так что она изначально всегда вот так расположена, поэтому она всегда тратит время в любом случае. Дальше я положу наверное 1 кубик на инвестигейт, перенес его на 1, перетащил фокус на 1. Так как я положил зеленый на инвестигейт, я получаю 1 инсайт и посмотрим квест. Возьму фиолетовый оппортининти, это сюда, это сюда, посмотрим, что у нас здесь. Ух ты. Идеальный момент. Тут переводи людям с переводчика. А, ну. Ну, типа я не знаю, просто им может интересно будет. Ну, вообще, ну я помню, тексты прикольнее бывают. Мясистая земля выпирает, растягивается, затем рвется, когда молочный железистый шар проталкивается сквозь поверхность и плывет к вам. Я пока шар достану. По странному притяжению вы обнимаете массивную железу. Ваше восприятие взрывается и вы понимаете, что это самый чистый момент экстаза в вашей жизни. Вам было предназначено держать эту железу и вы никогда ее не отпустите. С вами молочная железа. Так, значит, помолвлен. Уже? Вот только начали. Итак, в начале... О, чувак, ты таскаешь эту штуку с собой. Да. В начале твоего хода ты будешь подкручивать кубик вниз на один и получать эту дату. И получать... А, да, да. Ты будешь от нее получать данные какие-то. Блин, а может... Я даже не знаю. Да сразу выполни просто ее. Думаешь? Ну да. Там, кстати, здесь написано, что Луна должна быть на месте, где будешь выполнять. И мы сюда кладем такой же тончик. Ну да. И если я выполняю, я получаю... Два инсайта. Да, два инсайта. Два вдохновения. Блин, ну получать на халяву дату. Да, но только ты кубик будешь крутить вниз. Да. Так, давай, кстати, что кину? Материал кину? Ну, конечно, материалы, да. Один. Один. Тимур меня чихнул. Смешно. Так. И я сюда положил синий, подкрутил на один. А, нет, зачем синий? Я... Я оранжевый, мне все не нужно. Подкрутил на один. Красный. Красный, да. Забрал себе Милки Гвен. Ну да, молочную железу. Да, когда я забираю... Давай сначала получил весь бонус. Целиком. Хорошо, получил два инсайта. Раз, два. Инсайта. Боимся. Получил до восстановления. Получил молочную железу. И, смотрите, когда он получает находку, каждая находка связана с какого-нибудь аномалии на планете. И это тянет карту аномалии. Давай, я переключу, я же на тебя. Показал. Тут написано «выжми из нее соки». Реально связано. Тут есть ключевое слово «лейкоциты». Ух ты. И, соответственно, ну я думаю, что и надеюсь, что это «лейкоциты». Да, да, да. Я думаю, что такие ключевые слова появляются на картах либо на квестах. И для некоторых карт и квестов нужно это ключевое слово, чтобы что-то произошло. Чтобы использовать ее, нужно иметь синий продвижение по робототехнике. Если она у меня есть продвижение по робототехнике, я могу сбросить эту аномалию вместе с молочной железой, что я, конечно, не хочу. Помолвлено. Помолвлено. И подвинуть всех кровососов из моей локации в соседнюю локацию по моему выбору. Нормально. Располагаю ее сюда и кладу сюда молочную железу. Если я сброшу эту аномалию, я решусь и ключевого слова «лейкоциты», и, к сожалению, молочной железы. Все, это уходит. Ну, в конце хода. В конце хода уходит. Дальше я располагаю последний куб я обязан расположить на отдых. Я располагаю синий на отдых. Он был на двух, стал на трех. И на этом мой ход закончен. Вот. Я в конце своего хода все игроки, когда заканчивают ход, они убирают кубы с всех локаций. Не меняя грани. Не меняя грани, да. И после того, я убрал кубы, мой ход считается законченным. Opportunity убирается, она в сброс просто куда-то кладется, и, соответственно, убирается маркер фиолетовый, кладется обратно. Здесь теперь нельзя поискать. Ну, поисследовать. Поисследовать, да. Ты закончил ход, подвинулся маркер времени. Подвинулся маркер... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А я там стою. Подвинулся маркер времени на красненькую штучку. На этой планете, когда он двигается на красненькую штучку, у нас пробуждаются кровососы. Bloodsucker behavior происходит. Итак, они спавняются сначала в C, потом в B. Никто не сомневался. Потом в A. Они бывают, повторяются, два в B может быть, ну, просто вот так вышло. И он атакует. Сначала они двигаются. Сначала двигаются все. А, подожди. Bloodsucker attack. Нет, сначала двигаются. А, подвинь на одну, ну, видимо, вот так, наверное, да, я полагаю? Да, все верно. Они точно двигаются на неисследованной локации? Да, ну, по идее, двигаются. Они же там у них исследованы. В целом, да, ты прав. Вопрос, мандаторий ли двигается его на леген? Нет, смешно. И выдает дистресс, исследователю на локации, в которой он находится, он тебя кусает. Он сам уходит, потому что, я надеюсь, что он не входит в мою кожу, он просто умирает от того, что укусил какоса. Держи, дистресс. Да. На дистрессе написано, вы в ужасе, когда получили этот дистресс, возьмите карту ходячий кошмар, если не получал еще до этого. я закрыл себе Traverse, надеюсь, что пока не пригодится, и получил ходячий кошмар. Ходячий кошмар говорит, сколько тут говорит, надо бросить любой из этих кубиков, у них же все одинаковые, абсолютно. Любой из этих кубиков, тройка, ну, конечно, тройка, и смотрим, что делает тройка. Тройка говорит, ты начинаешь смеяться, подвинься на одну локацию, ближе к локации, где больше всего бладсакеров. Если ничья, ты идешь там, где больше всего феромонов. Феромоны на этой планете, это вот такие вот точки, видите, 3, 4, 2, то есть, при выборе, куда я двигаюсь, я должен и бладсакеры, если ничья, то они выбирают, где больше всего точек. Соответственно, я двигаюсь там, где больше всего бладсакеров, и больше всего там, я двигаюсь наден вперед. Это вопрос, ты собираешь вот это все, что по дороге, или нет? Тут написано move, поэтому собираешь. Получаешь инсайт, и тратишь наше драгоценное время. Спасибо, Эдуард. Да, зато я почти за вдохновился от этих всех событий. Это, кстати говоря, вниз идет, потому что они там... Ага, какой же ты молодец, вдохновился он. Слушай, меня, я только, я только ничего не сделал, только вошел. Уже укусили, уже какие-то материалы нашел, уже вылились. Да, кажется, я тебе сказал, когда задание увидел, посмотрите на это задание. Да что, это жесть. Ну ладно. А, зато, я так вдохновился от того, что... Обнимал молочное железо. Да, и, видимо, мы повенчались, пока ты там торчал в скрабе. Итак, ладно, мой ход. Ну давай луну подвинем сюда, посмотрим, что здесь. Так, вот так. ууу, хорошее. Вот и место подстроительства, кстати говоря. Вот так выглядит. Я не очень понимаю, вот то, что происходит. To exterior, to interior. Так. Подожди, это, почему так они разделены? Потому что, потому что эти локации между собой не соединены. Это отдельные локации, наружные. Тут один, как бы узкий проход. Это типа наружные локации, а это мы входим внутрь головы. Понятно. Куда уже в мозг погружаемся. И можем пройти вот в эту зону только через вот эти локации. Поэтому они открыты с самого начала. Видишь, здесь такая вот пасть, а тут выход из пасти. Ну давай, давай луна поищет материалы. Не забывай, что нам данные тоже нужны в любом случае. Да, но тут материалы-то. Ага. Хорош. Класс. Материалы. Ну что, я просто, я шагнул, очевидно. Я шагнул, время потратил. Молодец, потратил наше время. Что я мог? Что я хочу сделать? Нам бы вот рядом с этой, блин, поставить вот здесь вот бы ловушку. Я так и хочу сделать. Ты сможешь, кстати, сейчас это сделать? Ну нет, мне придется, мне тогда Куба не хватает. Потому что, смотри, траверс, собрать, и фриэкшеном строишь. А, фриэкшен, да, ты хорош. Ну давайте, я здесь. Потому что, они сейчас появятся. Да, я выполнил траверс, красный сюда, при этом, инсайт получил. Шагнул, получил два инсайта, раз, два. Серьезно здесь? Ну да. Какая хорошая. хорошо открылась. Хороший переход. Зеленым кубиком я выполнил сбор материалов и подниму, блин, жаль я там не два кинул, вот что. Ну это же Тимур. База, да? Угу. Тогда, тогда давайте не так, давайте синим. Угу. Синий, а, ну да, синий поставил и скрутил его на один и поднял этот материал. Угу. Свободным действием я потратил материал и бахнул сюда ловушку. Тут на ловушке сзади написано, что просто тратишь один материал и терял минус. После... А можно выбрать его планету или нет далеко? Да, ты же. Что, думаешь, что-то не так делал? Не, не, в смысле, я про ловушки, двигаются ли они... Ну и я поставил зеленый на отдых, подкрутил его наверх, потому что здесь белая ячейка с А1. Эдуард, прошу, подвиньте маркер. Времени. Я же ничего не забыл? Вроде ничего. Нет. И, кстати говоря, они... Что? Они будут меня кусать. Почему? Потому что ловушка и я находятся в одинаковом расстоянии от Неста. В смысле, я тоже в одинаковом расстоянии? Да. Но феромонов у меня больше. Почему? Здесь 5, а здесь 6. Нет, 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 нет. Считается только на конкретной ноде. Ты уверен? Точно, точно написано. А ну-ка, давай, перепроверь. Только на этих написано. Поэтому... То есть, я зря туда бахнул волос? Нет, не зря. Я отойду на один. Капосток меня сейчас укусят. Я отойду на один, и тогда они будут все идти туда. Что-то ты вдруг отойдешь на один. Ты отошел на один, потому что я кубик так бросился. В смысле, я еще отойду на один. Я начинаю смеяться. Отходи, отходитель на один. Ладно. Давай, блатсакер бехевер. О, кстати, это вообще не появляется. Появляется С и два в А. Двигаться на один. Раз, два. Это 5 дистрессов к нам идет. Ко мне я бы сказал. Да, кстати говоря, про дистресс скажи, что происходит. А, ну если мы... Здесь их 6, по 3 на черного игрока. Если мы должны взять а нету, то мы теряем эндюранс. Все. Все теряем... Ой, почему-то уже потерян. Мы теряем выносливость. Если у меня 5, я должен взять 6. Тоже если теряет эндюранс. Да, так что. И поэтому их там всего 6, уже 5. Блатсакер атакует? Не атакует. Не атакует. Если нет карточки бехевера, то мы можем через Блатсакера спокойно проходить и мимо них и находиться в локации с ними. Но если я буду вот здесь вот и они внезапно пробудятся, я получу сразу 5 дистрессов и мы практически закончим. Ну, грубо. Ну, давай. Так, пум-пум-пум. Что мы делаем? Да, Лунин, наверное, может исследовать вот эту и потом сюда шагнешь. Блин, там просто время. Ну, а что делать? Ну да, ничего. Пошел сюда. Перевернул локацию. Ой. Какая-то страхолюдина. Там два времени, братан. Ну, и два инсайта. И ловушку можно бахнуть. И ловушку можно бахнуть. Может, ты такой же схемой сыграешь, как я сыграл. Может, просто эти побегут сейчас и будут сюда попадать. Понял, да? Понял, материалы тогда. Два. О-о-о. Я иду туда. Это два времени. А ты хочешь вокруг пойти? Я не хочу. Это больше будет по времени с рестом. Да. Хорошо. Я иду сюда. Зато два инсайта. Два времени. Время вот так передвигается. Раз, два. Мы теряем все и дюринс. Я получаю два инсайта. Я, соответственно, передвигаю сюда. Это один. Получаю зелененькую штучку. Держи. И вторую зелененькую штучку. И карточку научного прорыва. Давай посмотрим, что там у тебя. Нанеси пахнущий пахнущий джем. Выбери эксплуеров в своей локации. Они не могут получить дистресс от кровососов в этот ход. Ну, кайф. И тоже требует материалы. Я поставлю на инженерию. Синяя. Подожди, стоп. Нам нужна вторая. Ну да. Я поставлю опять на... Давай. То есть, мы будем считать, что в лаборатории ты будешь работать, да? По хвосту? Ну, две, да. И еще... Я хочу обратить... Один и второй получил. Хочу обратить твое внимание, что нам ведь еще лабораторию надо куда-то бахнуть. И если вот здесь нет ячейок под лабораторией, то нам придется валить сюда и лабораторию ставить где-то на этой половине. Когда в ловушках два ботсакера, они уничтожаются. И мы можем поставить еще одну ловушку. You're absolutely right. Да. Бахай ловушку, значит. Нет, еще нет. Теперь, теперь я зеленый куб кладу туда. Да, вот так. Собираю два материала. Можешь даже один сразу положить туда, потому что я бесплатным действием ставлю вторую ловушку. есть. И... Инвестигейте пока наверное не буду. Давай потерроризим. Меня потерроризируешь? Терроризирую Тимур и говорю ему, короче, Тимур, такая идея есть. И он такой, блин, как у меня вдохновение сразу пришло. Вот. И последний куб кладу на рест и увеличиваю до двух. И соответственно из-за реста продвигаю время на один. Итак, вот сакер бехеор, BCA. B. Наверное. B? А у меня все еще есть ход еще остался. Типа они во время моего ухода начинают ходить или они начинают ходить после моего ухода? Ты же подвинул, потому что отдыхаешь все уже. Или ты еще что-то хотел сделать? Так я же могу какие-то действия там, фрей делать действия и так далее. Но я не могу, но я в чисто в тени. Тим, ты не душит. Итак, все двигаются. Раз, 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 раз. Что за сценарий такой? Раз. Попался. Дверь. Это продвинулось. Ага, попался. Попался. Это все тоже, по-моему, под низ возвращается. Ну ладно. Или потом перемешивается. Я перемешаю потом. Ну да, попался в ловушку первый у нас Bloodsacker, мы подвинули по треку. Нам бы ресурсы где-то набрать. Ну подожди, ресурсы у нас есть, вон у нас нормально тусит. Зачем мне куб? Так, держи. Что, я что ли хожу? А, судя по всему, да. Мы, кстати, говорят, что-то в этот раз настолько сильно заняты, что мы даже оппортеюнити не ищем. А потому что... Нет времени. Потому что офигеть, да. Тут просто очень много нужно сделать. Собрать шесть разных ресурсов, иметь два продвижения по лабораториям и построить еще саму лабораторию и поймать шесть Bloodsack'еров пять. Ну, выглядит как прям задача века. Что, я себе наковыряю ресурсов тогда, наверное, каких-то? Ну, мы, по идее, каждый ход должны это делать. Только вопрос каких? Ну, видимо, элементы, материалы или дату. Я в целом могу две даты собрать потенциально нам под... Ну, если я кинокубик нормально. Материалы сейчас просто нужно, в любом случае нужно иметь, чтобы нам еще третье ловушку построить и еще на вот эти штуки. На вот эту. Потому что они сейчас, допустим, эти двое поймаются, я поставлю еще одну, эти трое, двое поймаются, один нет. Один вкусит меня. Не, ну там еще ловушка есть. Они не придут в твою ловушку, они придут ко мне. все, я понял. Это ловушка для вот этих человек. Я в любом случае пойду сюда, потому что здесь два инсайта будет, я получу. А, ты хочешь так сделать, да? Я пойду сюда, дальше, Тут вопрос, ну если смысл слепой открывать, ну луну тащить как-то не это, долго как будто. Если ты будешь здесь, то бладсакеры, которые появятся тут, они пойдут к тебе, а не в ловушку. Тоже верно. Только если ты пойдешь сюда, в таком случае. Ну это очень долгий путь какой-то. Но в любом случае нужно это исследовать. Если третье там, если... Блин, мне нельзя переходить, потому что если появится... Подожди, а в мой ход не появится? А, в твой ход появится. Если ты будешь творить дичь, то в твой ход появятся они. Ну понятно. Не, ну смотря что... Не, ты можешь отойти ко мне. Я это... При чем? Я просто не очень понимаю, вот как лучше распределить сейчас ресурсы свои. Что лучше сделать? Что лучше сделать? Ну, короче, наверное, я тогда сейчас лунной поищу что-то, данные поискать. Я думаю, что сейчас пока материалы. Потом можно... Если материалы, то тогда надо ее ко мне перемещать. Я просто могу на моей локации поискать материалы. Я-то сейчас что буду делать? Так, я специально подкрутил зеленую на тройку, чтобы иметь возможность собирать много материалов. Луна пришла, и Луна поискала материалы. Два. Я поставил зеленую, скрутил тройку на двойку, поднял эти оба материала. Угу. Ну вот. Теперь у меня... Хочу ли я шагнуть в Б? Или не хочу? Они появятся, сейчас едят. Угу. Ну ладно, давай тогда сделаем теоретизирование. Подкрутим тебе инсайт и мне инсайт. Я... У меня прорыв в робототехнике. Смотрим, что здесь... Скучный... Как... Ужасный туннель, да? Поместил лун, луну на любую клетку. Нахрена себе. Прикинь? Просто телепортирует луну. Ну, какой-то туннель. Угу. Какой-то пространственный туннель, видимо, или что. Мне кажется, бор это типа, что-то вроде прорубит, а не... А, он же не бород. Да, бор. Я прочитал криво. Так, ну и рест, соответственно, это будет красный кубик. Угу. Я отдыхаю, и повышается время. Я сейчас посмотрю, что такое бор. Угу. Интересно. Захожу. Да, ты можешь ходить. Прорыл ужасный туннель, просто. Борт. Рыть. Рыть. Так. Выглядит как... Мне идти сюда... Проблематично. Во-первых, здесь два времени тратится. Во-вторых, они сейчас активируются, и меня съедят. Не хочешь ко мне прийти? Да, хочу, чтобы ты мне суппорт сделал. Ну, мне, кстати, в любом случае, мне придется сюда вернуться, чтобы... Ну, посмотрим сейчас. Нет, эти чуваки, чтобы пришли и попали в эту ловушку еще раз, потому что у нас пять. Ну, просто да, пока мы не тратим время, они не придут. Хорошо. Они, видимо, в мой ход придут, если ты сейчас не будешь дичь творить. Ход сделал, дальше... Зеленый кубик тебе нельзя тратить. Нет-нет, я его нарасположу. Кстати, дату можешь собрать. Да, я думаю, вот как раз-таки дату кинуть. Две даты? Да. Угу. И двоечку на единичку тогда поставишь. И собрал лобби-даты. Да, собрал лобби-даты. нам с тобой осталось только пауэр. Ну, кстати, я в свой ход пауэр две штуки соберу. Слушай, а почему мне сейчас просто его не собрать? Ну, ты можешь собрать, если хочешь. И я соберу. И у нас будет запасом, ну да. Ну, в целом, да. А что? Ты мне просто суппорт должен сделать? Я сделаю суппорт. А, подожди, суппорт. Так как поставил красный кубик, два пауэра получил. И это я ставлю, соответственно, на рест, время, оно перечихает на один. Пу-пу-пу. Наверное, всё. Наверное, всё, да. Такие прям на выживание ходы. Мы ходили в первом сценарии такие, делать вообще нечего, давай квесты сделать. Мы там прорядили, по-моему, все локации, на каждой локации был выполненный квест. И почти. Такие квесты делаем, ходим, что-то... Тут просто вообще просто даже продышаться не дают. Так, я рест поставил, время подвину. Время подвину. Так, мой ход. Давай. А, кубики мне надо возвратить. Кубик возвратил, возвратил, возвратил. Мне что-то резинится. Хорош. Хорош. А ты хорош. Ну, о, а мы сейчас вообще красоту с тобой наведём. Я надеюсь. Да, смотри, я поставлю на саппорт, я сниму тебе дистресс. Так. И мы с тобой... Это, кстати, сброс, но потом они не вмешаются. Мы с тобой повышаем траст и улучшаем кубы. Давай один куб не дашь улучшить? Ну, конечно, конечно. Я, наверное, синюю улучшу. Наверное. А я... А я такой? Давай я, наверное, синюю на рест поставлю. Я, наверное, красную рест поставлю. А зелёную бы использую как-то синим. Не, давай синий подкручу, чтобы вообще часов не было у меня. Мы, кстати, как на старте. Только ты сейчас ходить будешь. Поставил сюда красный. Ещё два пауэра. Собрал ещё две силы, да, ещё две мощи. Ну, и синий пошёл на отдых. Давай, луны, поищу там материалы, например, просто, чтобы они там лежали. Давай ты сначала поищешь, а потом уже мы платим. А не, ну типа, а это же, ну, как сказать, это просто... Такеров мы сейчас запустим, если ты время подвигаешь. Я знаю, ну в смысле, я просто разместил, это же в самом последнем ходе делается действием. Не, не, абсолютно так. Хорош. Два материала. Угу. Всё, двигай время. Время подвело за рест. BBC. BBC. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Блин. Гадство. Слушай, а я могу сейчас использовать? Мне кажется, я могу. Ну, давай всё по очереди. Они появились, теперь двигаются. Значит, эти парни подвинулись вот сюда и оп-оп попались. Раз-два. Это убираешь, это выкидываешь. Можно даже далеко не убирать. Привет. Эти двигаются к нам. Один попался, один пытается нас укусить. Я могу потратить материал, чтобы кровососы не давали дистресс в этом ходу какому-то одному из нас. На себя трачу. Ну, давай, ладно. Точно, Ладно. Почему нет? И он уходит сам. Что он пытался укусить? Тогда все трое сбросились. Да. Там трек до упора дошёл. Нет. Почему? Мы не поймали третьего. Он меня просто укусил. Нет. Тут лежал один, пришло двое. Да. Один попался. Я подвинул за него. Так, а здесь у тебя сколько попалось? Тоже два. Я подвинул за них. Здесь нечётное количество. Мы использовали две ловушки по четыре. Здесь пять. ты прав. Чёрт. Мы должны ещё обязательно одну ловушку сделать. Чёрт. Да. Ну, ладно. Они специально так сделали. Да, логично, да. Кстати, фрекшеном поставь ловушку сразу, нет? А каким фрекшеном? Мой ход закончился. Какой фрекшен? Ты что? Ладно. Так, подожди, я не выбрал, кстати, ты в итоге что, зелёный выбрал второй? Я второй зелёный, да. Давай я красный для разнообразия возьму, посмотрим, что там будет. Давай. Ну, мне тоже сейчас надо будет выбрать, я не буду третий зелёный делать. Ну, понятно. Так, я хожу, да. Да, нам прям надо ловушки ставить. Ну, вот здесь точно надо будет поставить ловушки, потому что трое здесь. Ну, тебе надо шаг делать и ставить, и уходить. То есть, через дистресс типа туда-обратно. Ну, либо у нас материалы есть. Типа, чтобы вот эту штуку использовать, либо просто получить. А ты можешь собрать ещё материалы, ну, я специально лунный нашёл их. Давай. Ты два материала поднял? Да. Ты же мне единичку дал, правильно? Да, единичку тебе дал. Так, лунный здесь будем искать. Блин, двигаться нам нужно дальше изучать. Ну, постой, давай мы первый натиск переживём, возможно, ну, мы же не знаем, как сценарий развивается. Так, тогда я передвигаюсь, за материал строю ловушку. Пауэра у нас там 4, да? Да. Блин, нам ничего лаборатории... Это я ставлю на REST. Блин, а я лабораторию брони могу построить. Может, ты и лабораторию бахнешь? А ты хочешь прямо сейчас её сделать? Ну, просто мы сейчас в этот ход поймаем кого-то и уже можно сдавать. А, ты инсайт не дотянул ещё. Вот сейчас дотягиваю. В следующем, значит, ходу. Окей. То есть, ты в следующий ход будешь лабораторию строить и мы активировать будем эту? И квест активировать. Ну, давай пробовать, ладно. Поставил тиререрайз, подвигу себе за тебе и себе за то, что синий поставил. Вот. А, кстати, ещё нет. Ещё надо. Ну, я, видимо, буду теоретизирование делать, чтобы у тебя был прорыв. Видимо, да. Вот. И, наверное, всё. Блин, а может быть, ты его тут ещё в ловушку бросил бы? А, нам лаборатория нужна. А, лаборатория может здесь появиться. Ну, сейчас она будет пустая, кстати говоря. Потому что они попадут отброски здесь, ловушку на всякий. Просто на всякий? Ну, если Б появится... Хорошо, просто потратить один материал и поставим ловушку. Типа, как будто я там, я же там начинал. Ну, ты здесь начинал. Это все free action, ты можешь это сделать. Сейчас. Да? Это free action, да. Ну, да, наверное, ты прав. Да? Ну, это free action. На планете написано, что это free action. Ну, тогда да. Да. Ну, да. Прям жирный. Всё правильно, да. Ну, я сделал, слушай, а можно, когда двое попали, она сломалась? Не, я думаю, что это триггер вне хода. Это вряд ли. Чтоб третий тоже попался. Такой, ставлюсь быстрее. Мотыжники пытаются сломать игру. Хорошо. возвращай мне тогда все кубы, возвращай, и время подвигло на один. Бум. И мы все такие, пемп. Абсолютно. Подожди, а как мы посчитали, что они куда-то побегут, а они никуда не побежали? Ну, в смысле, они в общем побегут, я говорю. Братан, сейчас я подвигаюсь через два времени. Давай, давай, братан, ты не будешь двигаться через два времени. И, блин, заполни этот холодильник. Ладно, я сейчас дичь сотворю. Еще стениц, смелось. Смотри, я сделаю терятие. Еще оппортюнить там. Ну, кстати. Кстати. Сделать терятие или просто оппортюнить. Давай, давай посмотрим. Там ты еще увеличиваешь, еще инсайт У меня лидерство и инсайт еще получил. по-красите. Силенький. Бэм. Че там? Лимбспложен. Как это перевозчик перевезет? Сейчас узнаем. Взрыв конечностей. Нормально. Вы обнаруживаете кучу кусков кровососа на вершине раздувшейся пустулы. Ну, пустил. Ну, это какой-то это что-то. Это какой-то объект, видимо. Это очень отвратительное. Пустула лопается. Конечно же, выбрасывая кусок трупа кровососа на половину вашей маски, закрывая обзор, вызывая утечку воздуха и выворачивая желудок от запаха. Вам нужен новый шлем прямо сейчас по любой из этих причин. кровососа это надо на скоробей переться. Не инженером, а просто engaged. Engaged, да, эксплорером, ну и который помолвлен. Да, то есть мне нужно дойти... Слушай, там бонусы, кстати, они не хреновые. А что получаешь? Вот это вот, bloodsucker limp. Ну да, логично. Ну, это... Родной, а что ты хотел? Ты рядом с собой кладешь? Да, я знаю. Жесть. Ну, давай... Так, аномалии, да? Тоже лейкоциты? Да, но у меня, кстати, есть синий жетон при этом. Я перевалил? Это выжит соки, да. А, это оно самое. Подвиньте их bloodsucker на соседний нот по своему выбору. У тебя, кстати, отлич от меня есть робототехника. Да, я могу это использовать. Но ты будешь скручивать в конце каждого хода этот... И в конце этого хода тоже. Это не беда. Ну, я могу сейчас траверсом дойти до... Да, я, кстати, дофига инсайтов получу. Два и время. И потрачу время. Ну, как раз приближу этот момент, видимо. Какий вариант. Что, так сделать, наверное, надо? Но ты не закончишь прямо сейчас. Потому что там 3 кубик требует куда-то. Это правда, да, но я хотя бы буду в скоробее. Ну, либо я буду всю игру маяться с этой штукой. Давай в траверс. Получил инсайт. Получил инсайт. Сделал базовый мув. Все, все сломал. Все, ну, все, больше тимуре наливать. Базовый мув. Это тебя рвет от этого рвет. Да. И здесь из-за траверс сделал еще шаг. То есть два инсайта. Это раз-два и потратил здесь время двигать. Получил красный жетон и красный научный прорыв. Conduct creepy research. Произведи страшненький. Проведи жуткое исследование. За каждого плотсакера на твоем ноде получи увеличение куба. На твоей локации. Ну, это за пауэр делается. Ладно, соответственно, пошел отдых. Подвинение луны. Да, это определиться в конце. А луны здесь что-то поискать или не надо? Ну, чтобы было. что мы ничего не теряем? Ну, материал давай. У нас так прям ничего, если когда-нибудь должно было случиться. Три материала, ну и подвинул луну сюда. Да, потому что там нужно вот эти луны. Это правда. Так, ну, поставлю вот его. Все двигается, ждет он времени за мой отдых. Доставай Bloodsucker Behavior. Bloodsucker Behavior. BBA. Вот не зря поставили ловушку-то. BBA. Итак, значит, теперь все двигаются на один. Давай, вот эти двое сюда бах-бах и сбросилось. Эти бах-бах и сбросилось. А это пришел тебя кусь-кусь сделать. Что, буду тратить материалы? Ну, не знаю. А что они нам нужны? Ну, здесь нужно один. А на лабораторию уж тебе не нужны они, правильно? Нет. Ну, тогда бог с ним. Давай этот раз один. Избросили материал. Это Эдуард налепил на себя пахнущий пахнущий джем. Джем намазал на себя. И они в итоге не будут меня кусать. Вот так. Так. Так, я должен скрутить кубан один. Это будет отдых. Могично. Ну, синий. Пу-пу-пу. А мы готовы выполнить квест? Мы готовы. Мы готовы, да, только тебе нужно лабораторию поставить. Не хочешь лабораторию бахнуть в углу, Эдуард? Угу. А в празднице? Ну, во-первых, там материалы можно будет потом собрать еще, а ты будешь находиться. Во-вторых, лаборатория будет поближе к Скоробею на всякий случай, чтобы и вдруг она нам понадобится еще когда-то. Не, не, не кажется? наверное, да, вот здесь, с другой стороны. Здесь просто ловушка, которая постоянно ловит вот эти лаборатория. тогда сделай по-другому. открой луми вот это вот. Ой-ой-ой. Gravity Grab, да? А, регулирую... Ну, почему Gravity? Прочитал. Reluctantly Grab какой-то. Да. Так, подожди-ка. И вот здесь, кстати, нужна эта штука. Не хотят нахватать, что? Типа не охотный хват. Ты ставишь сюда кубик, уменьшаешь его и получаешь светящийся гристалл, узел какой-то. Возможно. Невозможно, а плюс ты типа ставишь и получаешь его. Здесь получается вот этот жетон. Где он тут? Вот достанем самый... вот этот. Ну, он, видимо, где-то нужен. Светящийся узел хряща. Так. Я тут лужку ставлю. У нас один материал, бро. но материал нужен для... У меня кубов, может, хватит? Чтобы прийти, собрать, поставить... Не так нужен два куба. Подожди, почему? Один сюда, один на лабораторию. А-а-а, точно. Пошел сюда, тогда поставил, это поставил на рест, точно. Подожди, а лаборатория, а лаборатория будет работать в этом же раунде? Не-е-ет. Тогда это в любом случае на рест поставил. Давай тогда... Блин, собери материал, если тут вылез... Нет, я материал в любом случае соберу, это будешь ты делать, видимо. Или я через ход. Ну, видимо, наверное. Ты тут не стал, да, ловушку бросать тогда? Может, тогда бросишь ловушку, перейдешь все материалы собирать? Сбросил ловушку. И тогда за красный собрал материалы. Ну, это дерьмо план. То есть, ты однишь на один материал. Да, чтобы осталось два, и чтобы ты зеленым нормально собрал. Что их сейчас нечетное количество. Я не дойду в свой ход. Ну, потом, следующее, значит, перейдешь на один. Собрал один материал. И синим построил, переделывал на часы, построил лабораторию. Потому что лаборатория строится, как его квест выполняется, только когда ты забираешь кубы в конце своего хода. Специально сделано, чтобы триггерилось прям вовремя. Вот. И на этом все. Я думаю, что... А нет, я уже двигал в свой ход, Ты уже двигал ее? Что, поискать там что-нибудь? Давай данные там поищем, может, она в том соберется сама. Два данных. Хорошо. Кстати, здесь смотрели какой-то хороший. Вообще, вот у нас вот эти углы очень хорошие. Да, ни разу еще их не проходил. Но вообще отличные. Я проходил вот этот тоже. Тоже советую. Время подвигло на один в конце за рест. Вернул кубики. Дай кубик. Вернул этот кубик. Вернул этот кубик. Кубик, кстати, у меня уже прям проблемный. Это потому, что мы оппортинити не делаем. Переворачивай. Это перевернулось. Теперь у нас есть лаборатория. То есть я могу это сделать, да, получается? Ну, я могу это сделать, кстати говоря. Ты можешь. Я могу. Я могу. Ты можешь. Могу. На рест я ставлю красный кубан, чтобы... А, я могу... Вот тут у меня же еще есть штука хорошая. Она даст мне двойное кручение вверх. Ты можешь даже красный поставить? Ну, да, так и есть. Жаль, что траверс придется без... А, я не выбрал, кстати, ипостась. Какую взять? Может, зеленый, чтобы у меня три разных было на всякий случай? Почему у тебя вот эту штуку уже ты взял? Ты же шнюк у него квест. Что? Да, это правда. Но этого у меня нет. я еще поспешил. Не знаю, почему так получилось. Увидел? Тихо. Потом вырежем. Вот эту штуку я получил, получу, получу только когда квест выполнил. Это правда. Это правда. Я что-то без задней мысли даже. Да, да, просто. А этот... Кто-то правил не знает. Ну, мы-то знаем. Ладно, ты это, кубанчик. А нормально ты уже третий начинаешь? Я еще второй, блин, пытаюсь доделать. Слушайте, нас различает один шаг только. Сделай себе двойку чего-то. Это обязательно нужно. Здесь нужны двойки. Ну, давай два синих пусть будет. Давай. Нет, подожди, а ты второй зеленый тащишь? Да. А, так я не сделаю получается? Точно. Тебе надо будет сделать территорий райз? Ну, тогда... Да, мне надо сделать... Ну, тогда квест не выполнишь. Не выполнишь. Да. Ой, Эдуард, какой ты сложный. Ладно. Ладно. Никак мысли в голову не проходит, потому что я между этими двумя локациями не хожу в этот чат некоторых. Ну, давай, хорошо. Ладно, синий. Будет второй синий на всякий случай. Хорошо. Давай, это будет теоретизирование, я инсайт получил, ты инсайт получил. Ты выполнил второй зеленый прорыв. Да. Держи. Создать какое-то дистракшн, отвлечение. Посположи двух кровососов из твоей локации в одну соседнюю. Почти как вот это вот, что ты мог бы получить за материал. Так. Затем я выполнил это и выполнил отдых. Вот так. Давай, луны, мы посмотрим, что здесь происходит. Или давай здесь вот материалы накинем сначала, поближе к нам. и затем перейдем сюда. О, господи, серия материи. Серия материи. Серия материи. Положил, положил вот это сюда и выполнил это соответственно с кораблей. наконец-то я получил этот жетон в качестве награды. И у меня вот это выжимание сока. Также тут награда я получаю раз-два инсайт и кубики покрутил на один и на второй. Соответственно, давай я сделаю на два красный. А зеленый я, кстати, уменьшал или увеличил или нет? Да, нет, вроде на блоки положу. Все, свободные действия я больше делать не буду. Время двигать надо, да? Да, это штука закончилась. Эта штука закончилась. Сбрось, пожалуйста. кубики. Хорошо, ладно, неплохой ход получился. Эдуард? Я пытаюсь плюсы найти, ну ладно. Плюсы найти? Что? Ну, я все еще про это говорю. Ну, просто у нас Opportunity. Это же как здесь выполнил квест и плюс, видишь, и получил квест, получил жетон и бонусы. Здесь то же самое. У нас просто же Opportunity по идее столько, сколько жетонов вон там вот ровно. Нет, их здесь 9. А-а-а, хитро, они придумали. Так, ладно. Что, мы наконец-то можем этот квест понять? А я на скоробе тусю. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А ты не подвигался? Конечно, нет, бро, иначе триггернулось бы время в конце моего хода. Не укусили бы тебя пару раз за попу. Что такого? Очень смешно. А ты подвинул этот маркер в конце моего? Нет. Да. Нет. Движи. Точно? Точно. Да нет, подвинул. Нет, не подвинул. Вот. Не получилось. Исполни. А ты увеличил свои кубы, да, на два? Да. Хорош. У меня будет уличка один. Ну ладно. А там я могу тебе? Не знаю, там просто две стрелочки вверх, как и здесь. По идее, можешь. Тогда давай один тебе. Ура! Наверное, надо зеленую двоечку. Ну какой-то ты сейчас будешь скручивать, поэтому ну за счет выполнения квеста. Угу. Может с него и начнем? А, стой, у нас материалов нет. Ё-моё. Держи. Два материалов. Два собрал. О, вы промазали. Так, пу-пу-пу. Ну, чтобы понятно, у тебя молочная железа, ну, я за и другими вещами. Что за твои материалы. Не знаешь, что мне не нравится, что у тебя все кубы, а... Да, на попе. Тебе придется рекавер делать. И ты перестаешь мне доверять. Не самое плохое, что может случиться. Потому что у нас оппортюнити не идут. Так, и это я ставлю на рест. Игорьич его найдет. Так, пу-пу-пу, что мы делаем? Ну, лаборатория, давай, что, мы скинули, значит. Не, все, сейчас, сейчас она подумает, что фрекшны какие-то будут. Я ее подвил, да? Ну, ты успеешь еще сделать. Ну, что ты? Ты же успеешь. Это квест делается только когда я снимаю куб, разве нет? А, ну да. Да? Да, наверное. Я думал, что... Хотя, непонятно. Нет, давай потратим сейчас ресурсы, но квест выполнится, когда один материал, две даты и три пауэра. Но квест продвинется, когда я сниму... А, ну все, да. Но, я чтобы поставить, я же должен потратить эти материалы? Я думаю, что да. Тогда давай так и сделаем. Три. Три пауэра, два... Две тактики и один материал. Угу. Есть. Две тактики? Ой, тактики, это... Тактично, данные. Данные, да. Так. Ну, кстати, может... Не, Луны надо... Это же я походил, или ты походил ей? Это я ей походил. Угу. Сюда, значит. Ну и засунем сюда что-нибудь. Данные сюда засунем, или материалы? А, кстати, а... В отсеке они не кусают. Давай материалы. Эть! Пам! Сколько? Один. Один, совсем один. Пу-пу-пу. Видимо, все. Видимо, все. Возвращаю этот куб, возвращаю этот куб, возвращаю тот куб. Все кубы очень грустные. Давай, Что там? Это мы скидываем. Итак, можно одну? Ну, чтобы мы просто не перепутали, как дирижут. Неприятные осложнения. После смерти кровососы наполняют свои тела таинственным химикатом, аура которого вызывает агрессию в популяции кровососов. В ярости и криках все больше и больше из них начинают прорываться сквозь землю. Каждый исследователь порождает кровососы на своей клетке. Ой, я этого не делаю, они на скоробей, потому что не ходят. Затем каждый исследователь должен выбрать перегруппироваться, это потерять время плюс увеличить доверие и поместить своего исследователя на скоробей, либо... Индюрищ. Блин, ты знаешь, что это окончание делает со словами? Нет? Она как-то добавляет форму какую-то. Ну да, ну типа, эээ, не совсем. Индюрищ. Потерпеть, короче. Получаешь дистресс, увеличиваешь один кубик. Сохраняешь текущую позицию или размещаешь себя на соседний нот. У нас есть богатое питательными веществами мясо, которое мы не можем есть, потому что оно плавает в токсичных выделениях. нам нужно понять живых кровососов, чтобы увидеть, сможем ли мы построить систему фильтрации, которая позволит нам есть мёртвых. Звучит пугающе. Луна, помоги! Мы сначала это затрагерим? Да, надо сначала выбрать что-то. Поставь мне тогда кровососа. Подожди, а я тогда что? Я могу выбрать вот это интересно? Но просто кровососы не ходят на... Это два... Это две независимые от себя точки. Сначала мы делаем это. Мы сделали. Теперь каждый выбирает. Либо мы тратим два времени, повышаем на четыре нам кубы, либо каждый получает дистресс, и мы увеличиваем на два кубы. Либо мы разделяем это. Хотим ли мы дистресс? Ну, слушай, если мы будем вдвоём... Чё, регруп? Нет, мы можем сделать оба эндюр, но мы получим по башке от Волки Найтмарс. Зато мы оба будем на... А, нет, ну смысла в этом нету. Более в том, что в конце твоего хода сейчас ещё появятся красавцы. Так, и в конце... Акс из зареста мы подвинули этого фьюдню? Она же здесь должна быть. А, ну они сначала должны были появиться, наверное. Наверное, да. Триггери, триггери. Ну, тогда этого здесь нету. Ну да. С, А, Б двигаются на две ноды. Тебе как да. Почему? Потому что они сейчас все к тебе идут. Почему? А, это идёт ко мне. А эти ловятся, кстати. Я могу потратить материалы, да, эти ловятся. Ну, давай, он нам не нужен вроде. Да. Всё, этого сбросили. Этот раз-два. Раз-два. Раз-два, раз-два. Есть. Теперь спауню на своём этом. Продолжаем разговор. Блин, тратить две времени, мне кажется, это прям... Ну ладно, дистресс так дистресс. Давай посмотрим, что получится. Я могу просто подвинуть. Ты, смотри, как мы можем сделать. Можем упорить по дистрессу. Я подвину себя на соседнюю ноду сюда. Ну просто... И подвинешься на соседнюю ноду сюда, то мы оба сделаем суппорт. Класс, пока будут появляться там эти чуваки. Бесконечно. Ну, суппорт времени не даёт. В этом и прикол, что они будут продолжать там появляться, понимаешь? Сейчас, по идее, у нас раз, два, три. У нас три времени до появления чуваков. Знаешь, ты дичь не творить. Я со скоробея выйду и потрачу время, вообще-то. Нет, тут плейс. Если ты плейсишь себя, то не потратишь. То есть у нас с тобой будет три хода... Ну не три. Сейчас подвинется твой маркер. А, это твой маркер поднялся за раз, да? Три хода будет. Ну давай, хорошо. Ладно. Давай. На, ты активный игрок, на тебе первый дистресс. Где второй? Одинаково, по-моему. Давай, сначала у меня, тогда... Держи, walking nightmare. Держи, у тебя и у меня. Да. Ходячий кошмар. Что там у тебя? Единица у меня. Тебя в последний раз видели, что ты бежал задом наперёд с невероятной скоростью, прежде чем исчезнуть с взора и мычать что-то в свой коммуникатор. Там очень много жирного текста, я вижу. Нужно положить себя на локацию, которая дальше всего от остальных эксплойеров. В смысле, вот сюда? Видимо, да. Так. Если несколько, если подходит несколько, выбери ту, которая выглядит наиболее отвратительно. Какая выглядит наиболее отвратительно? Ну вот эта вроде. Ну, не знаю, это тоже такое. Ну, короче, тебе решать. Короче, я перемещаюсь реально туда? Ну, а как? А как наш план посаппортить друг друга на этой ноде? Вообще нет никакого плана на это. Ну, смотри, я правильно считаю? Помести себя на ноду furthest from other explorers, да. Да, всё так. Кайф. Давай. А как интересно, а лорн, это как? Вот, я же всё что-то написал, я же прочитал. Меня последний раз видели бежавшим задом наперёд, и мы чащим что-то в коммуникатор. Понятно. Ну что, куда тебе? Да, здесь время сюда. Давай сюда. Давай сюда, наверное. Так, а у меня знаешь чё? Бросил кубик? Да, я его бросил. Экипаж получает медицинское оповещение, когда у вас резко повышается уровень адреналина за несколько мгновений до того, как они слышат ваши крики от боли. Я либо кубики на два вниз кручу, ну типа два поворота вниз, либо доверие понижаю на один. Я, кстати говоря, увеличиваю один свой куб. За что? Ну, мы за это, мы же дистресс получили, увеличиваем куб. А-а-а. Ну, кстати, я могу тогда сделать раз-два. А, подожди, нет, сначала вот та же у нас, наверное, была, да? Ну да. Ну, по идее... Ну да, подкрутил, типа... Типа ты стресс сначала получаешь? Просто я... Я... У меня вот... А, ну да. У меня вопрос в другом. Надо ли нам... Ну, хотим ли мы траст понижать или нет? Ну, желательно этого не делать. Ну вот, поэтому подкрутил... Вот это скрутил на два и увеличил на один за счёт бонуса. Всё. Вот так. Всё, вот такая штука. Давай посмотрим, что там. Предпоследняя карточка. Беггерс кинг бичузерс. Кайф. Блин, о! Для меня квест прям. Да. Когда... Так, нищие могут выбирать. Когда Луна находится в локации, где находятся, по крайней мере, три кровососа, и вы находитесь далеко, и вы, hopefully, far away, запрограммируйте её на выполнение агрессивного анализа. Блин. У меня должно быть два синих прорыва, и на локации с Луной я выполняю исследование живых крово... Этих... Ты на локации с Луной? Нет. Короче, в той локации должна быть представлена Луна. Должна быть Луна, три кровососа или больше. Исследователи не обязаны находиться в этой локации. Все кровососы, которые исследуют Луну, будут уничтожены. Нам потребуется две даты и три пауэра для этого. Как мы сделаем так, что в одной локации будет три кровососа? Ну, вот прямо здесь. Они будут бежать ко мне сюда. Нет, они не видят тебя вообще в скоробе. Они игнорируют тебя абсолютно. То есть, ты хочешь сказать, они сейчас все ломанутся к тебе? Да. Ну, пока ты в скоробе не выйдешь, да? Ну, где-то... Просто они перемещаются же все на одно и то же количество. Придется с собой жертвовать, я думаю. Они перемещаются все на одно и то же количество. Каким образом будет три в одной локации? У меня нет ответа. А, вот. Например. Где? А, мы можем уже двигать. Да, мы можем двигать. Да где? Ну, вот я, например, могу двигать. А, ну ты... Вот этот вот. Place two bots suckers from your node into one adjacent node. Вот этот вот ты можешь двигать. Да, да. Точно. Ладно, траверс, видимо, закрыл. Кстати, я этого не говорил, но эти штуки можно перемещать в любой момент. Да, за один фокус. Это фокус. Сейчас чей ход был? Твой? Нет, твой. Ты же активировал... Да, ты ходишь. Давай, я хожу. Блин, нам power нужен, нам данные нужны. Мы только что все потратили. Такое, так как случается. Жесть какая-то. У нас синдром осталось раз-два. Точнее, наверное, даже один. Что делать? Очень быстро Ну, смотри, план такой. Да? Какой? Типа, я иду сюда, перемещаю их двоих сюда, и ты проводишь исследование луной. Бро, я ресурсы-то где тебе возьму? А ты там вообще-то за материалы двигаешь, чтобы ты понимал. Кстати, луна, он кубики подкручивает. То есть, если поставить сейчас туда кубан, то можно два кручения вверх получить. Атомат луны? Да. Туда 4. Слушай, это соседняя. подкручивает. Подожди. An explorer local to luna. Видимо, они должны на одной локации находиться. Ты с ней должен на одной локации. Видишь? Explorer в локации с луной. И тогда луна тебе крутит кубы за крово... Ну, типа, ты можешь задействовать, но получить этот бонус только тот, кто на ноте находится с ней. А, я могу откуда угодно ее триггернуть, но получать будет тот, кто с ней находится в локации. Никто. А мне до нее идти два времени. Это вообще просто самоубийство какое-то. Так и этот... Ты себе ZSS поставил на Traverse? Мне кажется, что на Recover поставил. Ну, давай поставлю на Recover. Ой-ой-ой-ой. Что-то... Ладно. Ладно, я просто не очень понимаю... Инвестигер я там сделать не могу. Ты выходить не хочешь? Ну, давай я... Блин, может выйти... Может через Traverse выйти сюда и здесь открыть этот квест? Сюда? Да. Там просто ловушки не бросить уже. Да и надо ли? Но они все будут ломиться ко мне, если в B откроется. Здесь я точно время потрачу. А здесь, подожди, непонятно, зачем это надо. Возможно, это в третьем акте понадобится. Может быть. Ну, не в третьем акте, в последнем акте. Или в другом сценарии. Или в другом сценарии. Это правда. Что, попробую здесь инвестигерить? Ну, да, наверное. Я просто не очень... Либо я приду, буду материал собирать, либо у меня еще шаг луны есть. Я могу луну подвинуть куда угодно, по сути. Я могу ее переместить вообще сюда. Исследуем вот эти локации пока. Могу переместить и дату бахнуть. И собрать дату вот так. Как вариант? Собрать два пауэра. Ну, это все у меня... Не выходя из этого, из... Ну, да. Это все в минусы. Ну, типа, мои кубы. Ну, а что делать-то? Как будто вариантов немного. Я, кстати, рекавер потому и оставил, чтобы, если что, это... Ты просто сказал, что хочешь перебернуть в два раза и что-то там начать сделать, поэтому ты без траверса это не можешь делать. Давай, что, ты луну двигаешь сюда? Ну, наверное, да. Они все равно к тебе сейчас пойдут. Если ты не двинешь из корабля, Я пока не сверну. Причем, если они на два будут ходить, то я там нормально могу отлететь. Луна пошла сюда, поискала дату. Нашла две даты. Какая молодец. Нашла луна. Поставил синий кубан сюда, в часы, собрал две даты. Поставил красный кубан в часы, собрал два паура. Кстати говоря, у нас с тобой внезапно есть весь пауэр нужный. У нас с тобой вообще все есть. У нас с тобой внезапно есть все. Это не так уж внезапно. Просто я не знаю, что делать. мне нужно короче дотащить синюю печать вторую. синий прорыв. А ты еще не дотащил? Ты нормальный, блин? Ну, ты конечно. Я по-твоему, это, я тут выживаю, мне не до исследований. Блин, ну ты, это должен сделать именно ты, но из любого каста. Не обязательно быть там. Да, я знаю. Это вопрос был. Да, там прям даже ниже написано, что исследователь не должен, не обязан быть на локации с Луной. Хорошо. Ну, это очевидно в Рест. Но, тогда мы должны как-то так спрогнозировать, чтобы они... Давай отталкиваться просто вот от того, как будет развиваться. Сейчас очень сложно спланировать прям сильно вперед. Я сам собрал этот быт, да. Все, долго просто мы этот мурыжим сейчас... Ну, просто получили такое сложное задание. Мы ведь говорили, что это же выживать математическая задачка. Ну, правильно решить. Давай попробуй ты что-то показать хорошее. Я не знаю, Маша. Ну, что если ты, конечно. Поисследуй Луны в первую очередь. Кстати, вот сюда. Ух ты какая. Ничего не делает. Видимо, сюда я не иду. Видимо, сюда ты не иешь. Что, ты же там два времени в переходе? Ну, да. Ну, ты нет, ну, тут-то тебе переходить ничего не стоит. на самом локации нет ничего. Да, на самом локации нет ничего. Не, ну, ты можешь там по базе просто бросить каких-то ресурсов, чтобы были на всякий случай. Ну, материал, я там, если я туда не пойду, материалы там не нужны. Давай дату, давай, На. Один, дата. Пу-пу-пу. Блин, можешь зоопар тюнить? Ну, по фану, а что, у тебя три куба, ты одним сейчас откроешь квест, вторым потенциально сможешь его выполнить. Только зеленым открывает этот квест. А, ну, и в любом случае. И инсайт подвинешь. Чтобы тебя, если там придется крутить вниз что-то, у тебя синий кубан мог справиться. Потому что красный, ты в любом случае будешь отдыхать. Ну, так, кстати, это надо на инженера, наверное, сделать. Чего тебя смущает-то? Ну, планировать мы не будем, да, как они будут двигаться? Пока нет, давай мы просто оттолкнемся от того, что нас ждет. просто делать действия должен ты, а двигать их должен я, потому что у меня на это есть способность. Тебе для этого элементы, бро, нужны, материалы, а у нас их нет. Поинвестигейтел, получил инсайт и взял фиолетовую, положил блямбу сюда. Хоть бы не ингейчит, пожалуйста. Они, по-моему, всегда ингейчит. Нет, это в этом, в этом. Нет. Не ингейчит. О, немедленно с ритмом. Хорош, хорош. У тебя хорошее там, прочитай, какое там хорошее. Да не-не, в плане, там, там, подкрути кубы. Это же для тебя, это очень хорошо, разве нет? Не очень хороший план, называется, карточка. Вы натыкаетесь на крошечную версию кровососов, которые охотятся на вас. Они милые и упругие. Регритабли. Это даже не... К сожалению. Почему-то они перевела. А, к сожалению... Такого слова нет. Понятно. Они, короче, они вам немедленно... Ну, короче, сразу нравятся. К сожалению, нам сразу нравится. Да. Существо кажется любопытным, но пугливым. Оно отскакивает назад при вашем приближении и распыляет едкий туман из множества таинственных отверстий. Вы не должны этого делать, но вы знаете, что уже решили оставить его себе. Немедленно кровососы спавнятся в А и Б. И активный эксплорер увеличивает кубики на 2. Ну, в смысле, 2 кручения делает. Я думаю, может так сделать. Бро, тебе лучше знать, как с твоими кубами обойтись. Итак, усыновить дитя кровососа. Называется событие. Поставить кубик, чтобы покрутить его вниз на 1. И любой кровосос по соседству с этим, с этой клеткой двигается в эту клетку. Я, я, короче, это какой-то подвох. Ну, видимо, ты очень, видимо, тебе очень хотят аномалию выдать. Кстати говоря, ты, если что, ты двигаешь кровососов? Нет. Может, синяя? А, у тебя печати нет. Ха! Ох. Это правда. Знаешь, что было бы идеально? Хочешь, что было бы идеально? Никто не знал? Нет. Что с ним делать-то? Подожди. Я не очень понял. А, все, все, дошло до меня, Будешь усыновлять ее? Типа, вдруг какая-то аномалия крутая выйдет? А, ты про это? Ну, да. Ну, может быть. Ладно, давай попробуем. Это, установил кровососа! Ужа! Просто хороший триггер для нашего квеста. Типа, всех их вводимую локацию убрать. Ну, ладно. Ну, ты ничего с этим не сделаешь. Хорошо, хорошо. Либо мы ждем триггера, когда что-то поспавнится, это подвинется, и только тогда... Да, мил. Взял. Да, что ж такое? Мы мешали эту колоду, нет? Да, вообще. Ну, не стаканы, блин. Я помню, что 33-ю синюю вытащил. Небольшие хомрулы. Это не хомрулы, там и сетапим. Все еще. Ну, видимо, планета Нигерна была и стаканы карты, а мы что-то разложили все. Причем, мне кажется, я цветные мешал. Давай я их на всякий случай перемешаю. Хакарайс, они все одного цвета, да. Они все в одном экземпляре. А, помнишь, фунгус были в четыре... А, ну да, это постармливайся. Синие, зеленые и красные. Черт. Синие, зеленые. Они все уникальные. Нет, наверх не кладите. Подснял. Эдуард. Опа. Зеленые. Феромоны взял. О, притягивает к тебе, наверное, да? Да, именно так. Ожидаемо, бро. И при этом атаки бладсакеров не имеют эффекта в этот ход. Вот тебе ответ на вопрос, как применить. ОТЛЕЧНО. Это тогда... Ну, сейчас закончим. Это я кладу на РЕСТ. Луна, я уж подвигался, дату сделал и, видимо, закончил. Подвигаться? Подожди, ты же подвинуться хотел. Я подвинуться хотел? Нет, чтобы... Да. Но... Подожди, блин, вопрос с другого, у нас тайминг не совпадает с тобой. Чего? А, не, подожди, ты же эту награду сразу получил. Да. Ты эту награду... Так, а что, сейчас, может, сделаешь тогда? А потом, в свой ход... А я сейчас в свой ход, у нас всё для... А, у нас нет для этого ничего. Чего у нас нет? Да я... Второй синей печати у меня нет. Так, ты её сделаешь как-нибудь? Ну, мне надо два инсайта подвинуть. А как это сделать? Траверсом пошёл сюда мовом, траверсом пошёл сюда, получил два инсайта. И триггернул появление миллиарда кровососов? Траверс, посмотри, посмотри на мой кубик. Не, у меня вот такая есть. Да я тоже на неё смотрю. Ну, это выход, кстати. А, у нас нет лишнего пауэра. Ой, ебан. Да ты самому, если ты только это выйдешь, ты сразу триггернируешь кровососов. Да? Нет? Наверное? А ты в конце своего хода подвинул таймер? А, мы решаем, да, мы решаем. У тебя вот так будет, короче. Я это могу сделать не в свой ход, я могу это сделать в твой ход. ты абсолютно прав, да, я всё время знаю. почему так больно голове? То есть, ты хочешь, чтобы я вот туда шагнул? Ну, нет, ну, это просто единственный шанс получить за одно действие. А подожди, а дай мне правило, я вот хочу понять, как срабатывает трек. Мне кажется, не в конце ли. Сейчас, ребятки, дайте нам секунду. Ну, можете помотать чуть-чуть, вы же не в прямом эфире смотрите. Вот. Ну, слушай. Плюсы записи. Чего? Здесь написано, как? When the time marker reaches. Ну, да, сразу срабатывает. Ну, да. А, ну, то есть, если я выхожу, я триггерю кровососов. Хорошо. Вопрос, где они появятся? Здесь я отхватываю сразу два дистресса. Не вопрос, где они появятся. Вопрос в том, что они точно пойдут одну ноду. Если они идут одну ноду, эти двое, эти трое на меня набрасываются и убивают меня. Ну, я, конечно, могу использовать свою фигню, вот эту вот только что, которую я взял. Ну, во-первых, мы теряем фигню. Хорошо, объяснил. Всем все понятно сразу. Мы теряем аномалию, которая позволяет их призвать ко мне. Все так. И тут написано, атаки кровососов не имеет эффекта этот ход. Это значит, что они уходят или не значит, что они уходят? Тут написано, что они после после атаки они возвращаются в супплазе. В запас, да. Не, ну там больно будет. Но я сделаю это просто прям в том, что мы, нам же нужно именно три бладсакера иметь в одном этом та. Три или больше. Ладно, давай так. Убивай их. Чё? Ну, собирай их. А, не, подожди. Они не умирают, ты просто их собираешь и ничего не происходит, да? Тупизм. Ну, в конце моего хода, в конце моего хода они будут спавниться. Да. Либо, либо, когда я выйду со скоробея, либо в конце хода. В этом же смысл. Понимаешь? Я-то понимаю. Ну ладно. Ну, ты эту штуку в любой момент же можешь применять, правильно? Абсолютно верно. Ну и всё. Чё всё там? Я хожу, видимо. Ходи. Я вертёшь свой кубок. Бам, бам, и бам. Opportunity. Opportunity. Сбрасывается. Маркер обращается. Тык. Мне луны, надо что-то сделать? Да. Нет. Но только если походить, ну тогда мы, типа, свой план шлём куда подальше. Ну, видимо, мне придётся выходить. Мне нужно синюю печать получать вторую. Ты из дома и никак не можешь получить, да? Не могу. И вообще никак. Мне придётся выходить и траверсом идти. Причём, не красным траверам, а, видимо, зелёным. А это я... Ты вообще даже не понимаешь, что делать. Ну нет, я могу, знаешь, что? Нет, не могу. Можем отложить всё на один ход. Кстати говоря, мы не сняли дюранс. когда продвигался уже здесь. Точно? Ты уверен? На... На... Уже столько кругов прошло? На 70%. Уже столько кругов прошло? Да. Это тебе предпоследний. Да. Мы можем отложить это всё. А мне что тогда делать в свой ход? Нет, в смысле, ты делаешь то, что ты хотел сделать, но мы, получается, всё это откладываем, потому что они продвигаются, эти трое уничтожатся. и так далее. Проблема в том, что у меня... Проблема в том, что у меня двое часов. Ну, тебе нужно куда-нибудь засунуть... И нету плюсовых. Только какой-нибудь бонус давал мне. Ты можешь сюда пойти, слышишь? Что? Ты можешь сюда пойти, собрать материал за зелёный куб. Так. И у воратории увеличить один из кубов на один. Могу. Чтобы просто прививать нам одно время. Но при этом ты отдалишь нас. ты всё равно ты... Да, они сейчас нападут, я получу два дистресса, будет секси. Подожди, а ты в любом слышишь, нападаешь, они нападают и получаешь два дистресса. Не важно, что. Разве нет? Ну, типа, пришёл... Нападали. Нападение, да? Угу. О, не нападение. Внезапно. Почему? Ц, ц, а. А, ну да. Движение на один нот. Ну, я этот... have no effect you застёр. Спрасываю. Угу. Так, ты защитился от их укусов. Да, это, видимо, взброс, и baby bloodsucker, видимо, уходит. Ну, а меня что, на три кусают? Хочешь сказать? Хочу сказать, что да. У тебя нет фигуры защиты? В response подвигал. Ну, кстати, могу. Нет, в response не может. Ну, не знаю, мне кажется, что нет. Да, нет. Все, реально, 3D стрессы получаю? Да. Да, 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 так и этот... А, стой, это под низ колода идет. Под низ колода? Да. Они все равно одинаковы. Да. 3D стрессы. Закрыл все, кроме одного? Кроме чего? Что за жесть? Ой, ё-моё. Не забывай, что у тебя весь еще ход впереди. Это прекрасно, только я себе ничего не делаю. Я сам-то себя не лечу. Вот я слишком далеко. Да. А ты слишком далеко. Ладно. Теперь ты весь закрыл? Угу. А, подожди. Ну да, support. А, ты закрыл все, кроме одного? Ну, кроме одного, Ну да. Ты квест оставишь что-то? Ну, вот и думаю. Ну, я подвигался уже. Он хотя бы плюс дает. А траверс красный куб, не знаю. Либо я сейчас использую траверс, чтобы что сделать? Чтобы подвинуться и сделать прорыв научный. Давай, закрыл вот так. Угу. Walking Nightmare бери. А? Вивери вот, еще не закончено. А, Walking Nightmare. Господи. Три. Ты копаешь по прямой и не останавливаешься, пока кто-то тебя не останавливает. Другой Explorer должен разместить себя на твой нот. Потеряли время. Давай. Пью. О, зато сможешь полечить на твой Проская телепортация. Двигает время. Продолжаем разговор. Ты втечный ход только начался. Потрясающе. Ну, зеленым кубом идти в этот? Да, да, все правильно. Зеленым кубом вот сюда. Два инсайта. Синий прорыв. Бэм. Карточка. За дату я могу поместить до двух кровососов на локацию с луной. Ну, вот то, что нам, калачи, нужно было. Угу. Теперь она у нас есть, прикинь. Теперь нам нужна дата, чтобы мы вот это могли сделать. Вот это все? Потрясающе. Чего ты? Вот это все? Вот эти два? За две даты мы сетапим себе идеальное. Да, нам только дата нужна для выполнения Так мы сделаем еще дату, значит, мы сделаем еще дату сейчас. Так, сейчас дату сделаем, просто будет все очень с дата. Шаг сюда поискали дату. Ну, что-то пойдет на rest. А это я даже разместить не могу никуда. Ну, или типа, а, я же обязан все три разместить. Ну, вот сюда потеряли... дату? Типа собрать доб-дату. Доб-дата. Доб-дата. Ну, На дату. Собрали доб-дата. Не потеряли время за то, что пошел вниз куб со временем. Ладно. Красненький буду второй получать на всякий случай. Если мы доживем. Взрышли кубы обратно. И у нас появляются кровососы. А, то есть время еще раз двигается. Я же закончил ход. Ну, что, Эд, как тебе эта планета? Поинтереснее, чем та? Немножечко, да? Совсем чуть-чуть. Ну, нет, Сути, это правда и она реально интереснее намного. В разы интереснее, чем первая. Я не представляю, что тогда на Б и на С. А на пятерке на максимальной сложности. Это, если что, третий уровень сложности с четырех. Хватит мешать, она не поможет никак. Да я надеюсь, что там ничего, никто не появляется. А-а-а-а! Но карточка-то одна осталась. Во-первых, мы сейчас с тобой Endurance потеряем, а во-вторых, тебе кому прилетает? Скорее всего, кто активный? Это чей ход был, наверное. Наверное, да. Это логично. Я даже траверсом не смогу делать. Ну, написано, что если мы на одной ноте стоим с тобой, сами выбираем, получает, только выбираем. А если остался один последний, тут не написано, как его первая не кусают. Тогда получай ты, раз такое дело. Тут просто нет... Давай-давай-давай-давай. На, держи. Забрал, убрал... Так, наверное. Ну да. Эдуард что-то закрыл, а я... Получил walking nightmare. Получил walking nightmare. Тройечка. Держи. Вы начинаете плакать. Много плакать. Мне нравится, ты то ржёшь, то плачешь. А затем... Ты ходишь задом на крюч. Вы начинаете крошить всё, что вы видите. Крошить, в смысле, острым оружием. Не как печеньку, в смысле. Уничтожь всех... Всех кровососов на своей и соседней ноде. Огонь. За каждой опусти куп на один вниз. Нет. В смысле, это не... А, ты обязан. Да, это не... это не на выбор. Ну такое. Написано on or adjacent location. Ты думаешь, можно выбрать, или я думаю, что это не то и то. On or adjustment. Я думаю, что это не то и то. Сверхи, это и то и то, Ну да. За каждый уже. Под низ. За каждый куп вниз. Превосходно, превосходно, превосходно. Не, ну ты... Татя, ладно. Едем? А, дистресс получили. А, так все? Ну, смотрите, получили дистресс? Смотрите, ситуация, я должен получить дистресс, но его нет. Мы теряем эндюранс. Теперь ходит Эдуард. Не, не, это ты подвинул за мой ход, за мой рест. Ты не понял. Ну, это в конце твоего ухода случится. Что? Как ты ковша заположишь и сделаешь следующее задание? Ты же можешь сделать это. У меня же двое синих, ты можешь это сделать. Если в локации твоей будут? Да, конечно. Мы же с тобой шерим все. Хватно, ковбой. Это я. Перешел сюда, видимо. Получил два инсайта. Что твои полезности? А, мы... А мы не сможем. Потому что у тебя... Я мог сделать вот так вот. Как же ты хорош. Ну, допустим. Ну, допустим. Ладно. Ладно. Хоум рулить так до конца. Давай. Нет, в смысле реально блатсакеров. Нормально. А, постой, а что мы сделаем-то? У нас условия не соблюдается. ты за одну дату притяни к себе блатсакеров. А, да, я забыл. Ты хорош, да. Я думаю, в таком и был план. Вот так. Четыре блатсакеров. Теперь я сюда кладу кубик на два. Делаю время вот так вот. Все. Это сбрасывается. Мы тратим три пауэра и два синих. И в конце хода, когда я должна реститься, она должна продвинуться. Что происходит? Эдуард ставит куда-нибудь кубик, что уменьшает время, пытается уменьшить, но так он не может, точнее, он должен уменьшить время. Эдуард, меньше время, пожалуйста, покажи, что происходит. Мы теряем эндюранс. Я еще ничего не поставил, чтобы уменьшить время, ну ладно. Ну, какие у тебя варианты? У тебя есть варианты? У нас даже лаборатория есть, и мы все равно с тобой не справляемся. потеряем эндюранс, я сказал. Потеряем эндюранс. все, мы оба в отключке. И нести, и нести нас некому. Блот, блин, слушай, один, один, ну вот не повезло нам немножко. Да, мне немножко не повезло. Это последнее, что надо было сделать. Господи, это же жесть просто какая-то. Немножко не повезло. Это же просто адская жесть. Смотри, лейкоциты надо, кстати, у тебя есть лейкоциты. у нас нужны лейкоциты красные и две зеленых. О, ты бы смог, смотри как. Ну, тут очень много, и еще надо воркшоп построить. Ад, просто, ну да, мы бы это не потащили. Ну, кстати говоря, тут не нужно никаких условий иметь. Да, построи воркшоп, собери тонну ресурсов, просто тонну. Ну, ладно. Слушай, ну, мы сражались достойно, я считаю. Ой. Да, оставь, оставь, потом поймем. на следующую игру. Кубики, кстати, нельзя бросать, они только передвигаются. Ломаем систему. Ну, ты, конечно, выкинул, да. Я флеши кинул. Ну, что, Эдуард, как ощущения? Ну, слушай, у меня горит в одном месте, поэтому выживание чувствуется. Ну, да, короче, мы для знакомства, я-то играл свою первую партию, я играл в планету четвертой сложности. Четвертой? Ну, да, Странос, или как это называется. Ну, допустим. По-моему, она четвертой сложности, мы делали вчетвером, и мы прошли. И это было реально круто, потому что вот это вот... Почувствую сложности. Ну, да, это был такой вот прям выживач на грани, когда мы последними действиями, там, надо было запрыгнуть на космический корабель, который в космос отбросило. И мы там этими крюками цеплялись там за него. Это было очень прикольно. Прямо атмосферно. Меня этим Unsettled зацепил, потому что ты знаешь, что просто в играх у меня с атмосферой так себе, и вот как раз всякие повествовательные игры, приключенческие, кооперативные игры способны мне давать ощущение атмосферы какой-то. Ты в Азуле не чувствуешь, что ты реально плитку кладешь? Конечно же нет. Я похож на настольчиков из Уфы. Короче, и вот Unsettled мне дал это ощущение, я оценил эту игру как раз вот с этой точки зрения. И когда я вам игру показывал, так как я вот только сам изучил правила, и думал, ну не буду городить какие-то сложности, не будем врать, ну ад какой-то возьмем, вот рекомендованная какая-то первая планета, прям самая первая миссия, она действительно лайт, ну она просто пешком там можно ходить, ну она тебя учит базово, просто базе, вот и все. Там очень мало что происходит вообще у тебя, там никаких внеочередных событий не происходит, никто за тобой как здесь не гоняется. Нет, они типа гоняются, но не то чтобы они сильно, ну помнишь, там сзади тебя появляются, вот когда ты уходишь, они идут за тобой. Ну они типа просто остаются на локации, это же ядовитые газы. Ну они, ну они, нет, помнишь, в конце ты просто бежал впереди нас, а мы с Даней бежали сзади, и они нас лупили, прибегали. Тоже дистресс. Два раза и лупили, мы быстро закончили. Ну было, да, было прям очень лайтово. А здесь прям такой карнавал насилия, просто ужасно. Классная миссия, мне очень понравилась. Я бы с удовольствием, ну теперь зная, я бы с удовольствием переиграл, но надо просто прям очень с умом подходить к менеджменту ресурсов, прям вперед гриндить, гриндить много. Да, он не сюжетом гораст, а именно тем, что вы играете в коопе и правильно пытаетесь выстроить порядок действий, чтобы правильно все сделать так, чтобы выиграть. Причем тут прям, ну какого-то прям, чтобы тебя рандом нагнул, такого не чувствуется, что тебя именно рандом нагнул. Там карточки выходят рандомно, но там все карточки, ну плюс-минус появляются B, C, A, A, B, там, ну как бы не слишком сильно. Мне только, я не очень понимаю, почему они просто пишут в разной последовательности, то есть, подожди, вот, а, нет, C, B, A, всегда C, B, A написано. Да, все, все. А нет, вот, а здесь B, C, A. Почему, неужели есть разница, в какой последовательности они появляются? И вот это, может, мы что-то не поняли? Ну, в этом нет такого вопроса. Просто смотри, какой смысл, какой смысл три разных локации писать в разном порядке все время? Здесь написано, что кровососы будут появляться на гнездах, двигаться вперед к исследователям и затем атаковать именно в этом порядке. А, может, может, надо класть. Я думаю, что они сначала появляются, потом и резолб, и резолб по очереди. Да, да, да. Но двигаются все же, не только они. Все. Потому что, может, вдруг мы себе усложнили игру? Да, вроде нет. Итч Бладсакер и Мувс. Ну да. Не, ну странно было бы, если бы они подвинулись на одну клетку и потом стояли всю игру. Вот. Ну, учитывая, что они не, они не, потом никак не триггерятся тогда. Ну да, да. Нет эффектов, которые, да. В общем, а если ты вчетвером играешь, этот трек двигается какими-то нереальными шагами. Да, но вы больше делаете. Команда больше делает. Ты делаешь меньше. Ты стоишь, тебя ждут жут Бладсакеры. А у нас, кстати говоря, было... А это на двоих так сетапится или всегда так сетапится? Всегда. Что-то, Адрок. Ну, в смысле, подожди. У нас раз, два, три, четыре, пять. У нас пять эндюранса. Десять раз будут они ходить. Все. Подожди-ка. А мы... Где правила ловушки? А как оно звучит? Что именно? Вот там. Как убираются они? Просто на каком-то эффекте я встречал remove from the game, и вот мне интересно, это куда? If trap has cost two bloodsuckers код, ну, типа, поймал два кровососа, оно уничтожается. Возврати bloodsuckers в supply. Просто на какой-то, на каком-то эффекте я столкнулся с remove bloodsuckers from the game, и интересно, ну, это странно, а же не убирается в коробку жетон. Вряд ли. Это было бы тоже странно. Ну, ладно. Пофигу, на самом деле. Жаль, не дожали. Ну, а мы бы не дожали. Даже если бы мы с тобой перелистнули на раунд раньше, мы бы просто офигели от тех условий, которые нам нужно дотащить за один, там, за полтора круга. Просто нам физически времени на такое не хватит. Ну, потому что мы, возможно, что мы слишком долго занимались не пойми чем, и думали, что у нас много времени. На первом задании мы очень долго протащились, как мне кажется. Можно было всё намного эффективнее делать. Вероятно так. Ну, со второго раза, наверное, мы бы сделали всё лучше. Ну, да, конечно, да. Ну, давай будем честны, если бы не кошмар, гуляющий кошмар, где я оказался на другой части вселенной, то мы вообще вот сюда не дошли бы. С другой стороны, всё, наверное, и тут спокойно выполняется. Наверное, да. Вопрос в том, хотя, вопрос, как лягут рандомные карты, могут слоты под строительство оказаться здесь, он здесь третий, кстати. Ну, да, 4 должно быть, нет? Нет. А, вот, наверное, ещё один. Нет. А на первых будут 4. А здесь парящая клетка. А-а-а, смотри, что тут написано. Это в последнем? Да, но это странно. In interior note. Workshop action. А, это, ну да. Это exterior, это interior. Да, это значит, что ты воркшоп должен построить внутри. и... Да, но... А если она не... А если она не... Ну, кстати, лейкоциты, тебе нужны лейкоциты, либо 4, то есть, на самом деле, не так страшно. Ну, ты выбираешь, либо ты... Либо у тебя есть лейкоциты. Либо ты ищешь в opportunity лейкоциты, либо собираешь 4 data. Да, все так. Ну, кстати, это тоже убирает определенный рандом. Потому что ресурсы гриндить, как бы, ну, практически безрандомно. Кубики там кидаешь, там... А, постой, надо просто перевернуть. Не. А на interior note нет места под лабораторию, да? Может быть... А, да господи, должен быть на interior note. Это особое правило. Ты, за счет этой карточки, ты можешь на interior note построить это. Я думаю, что нет. На ней не нарисовано слота просто. Interior note это все вот эти вот interior note. Все. Потому что это exterior notes это interior notes. Ты уверен? Да. В этом написано. Ну, да. Это, 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 это exterior. Вот. Это interior. Ну, тогда, ну, ладно, ты прав. Ну, а если мы не раздали сюда строительство... Начинаешь следующий сценарь. Не, так быть не должно. но разберемся, не будем это. Забавно. Забавно. Все равно пришлось бы в эту глубь идти. Как, ну... ой, ладно, Эдуард, есть что добавить? Ну... Я просто, вспоминаю, мы когда сыграли первый раз, я был очень воодушевлен, я, я перечитал правила, показывал ребятам, и они такие приуныли, после первой партии. А мне, ну, мне все так же нравилось, потому что у меня... Второй раз? Ну да. Вот, у меня после первой партии Запалыч остался, и для меня, несмотря на то, что миссия была очень простой, вспоминая, какая игра может быть, мне все равно нравилось, что происходит. Ребята такие, ну, непонятно. Как тебе второй раз и другая миссия? Да, намного мощнее, чувствуется уже и челлендж, и игра показывает разную механику, которую она может делать, и разные личные задания, потому что тогда у нас были совсем другие задания. Вот. И, ну, появляется какой-то интерес посмотреть, во-первых, появляется интерес посмотреть планеты, ну, остальные планеты, какие там механики были добавлены. Сосетапил неправильно. Сосетапил. У них здесь подписано интериер и экстериер. Ты должен был экстериеры отдельно перемешать, а интериеры отдельно. Тихо, тихо. Кстати, игра, а это, 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 там написано, я это прочитал. Где? Ну, немножко, локации, я заставил. Рандомные локации, немножко. Жесть, реально написано. Дожди, ты будешь так идти. Ладно, да, ничего страшного. Ну, господи, я не уверен, ну, я не думаю, что это прям как-то сильно сказалось. Что там? Они оба какие? Не говоришь, что они оба интериеры? Да ладно. А, ну, экстериер один. Мы даже упростили себе, получается. Да. Две ловушки бахали, да, на этот? Да. Ну, кстати, теперь, теперь интересно переиграть нормально. Да нет, ладно. Сейчас начинаем переигрывать. Интересно тебе смотреть, во-первых, что в других придумали, какие механики они придумали. Еще в этой коробке две. Да, и мне интересно, что они добавляют, когда ты играешь Б и С, потому что я сыграл в первой планете Ашку и в этой планете Ашку. И мне интересно, потому что карты остаются все абсолютно те же самые. Те же самые Opportunity, те же самые карты, ну, где мы находимся, те же самые бехеверы, но при этом квест сделан так, что там может по-другому быть, причем там еще в самом квесте может по-другому строиться карта. То есть, это может быть не только на планете построено, а именно в самом квесте. Потому что у нас на первой планете так было, у нас именно в квесте показано было, как сделана карта. Вот. И интересно, что они придумывают с одной планеты, как они ее изменяют. Вот. Ну, ну и классно, что они вот эти апгрейды, которые дают нам асимметрию и дают нам разные действия, что они в каждой планете свои. Ну, они тематически вписаны в каждую историю. Это забавно. То есть, они дают тебе уникальные свойства, которые полезны как раз под эту историю. Если бы они сделали... Мы придумываем что-то, что сейчас нам поможет. Если бы они сделали общие карты, пришлось бы универсализировать квесты под эти карты, скорее всего. Ну, чтобы они были применимы нормально везде. Ну, и в первой волне сколько ты сказал, по-моему, шесть? Ну, две в базе и четыре допа. Это получается восемнадцать сценариев. Если бы я восемнадцать сценариев с одними и теми же апгрейдами играл... Это бы офигел. Ну да, было бы так себе. А во второй волне сколько? По-моему, еще шесть. Или четыре. Уф, прям. И, по-моему, по-моему, чучу привезут две волны. Он сказал изначально, что одну, но, по-моему, потом переизменил, что скажет, что две привезут. Кстати, как тебе два-три? Как будто разницы нет, да? Играть вдвоем или втроем? Да, наверное, нету. Тут по-другому время в голове строилось из-за того, что у нас вот это вот нас било каждое время. Это правда. В первом сценарии нет триггеров никаких по времени. И время это просто когда заканчивается сама игра. Для нас было. А сейчас есть триггер по времени и интересно, как он ощущается, когда ты играешь втроем, потому что ну это реально разные ощущения будут. Подряд триггеров именно. Так еще мерзко этот стартовый лежит тайл? Да. Тайл лежит стартовый не рандомно. Ты такой выходишь и время потратил. Да. В игре, где у тебя тайм-триггеры, выходишь и время потратил. И вот эта фигня стоит. Ладно, время потратил. Вот эта фигня стоит прям при выходе. И она контролирует все вот эти зоны и они отсюда доберутся. и они доберутся до тебя сразу же. Ты только начинаешь здесь что-то делать, они сразу к тебе приходят. Ну, по-моему, кстати, игра, по-моему, тайм-триггеров на картах намного меньше, чем в первой локации. В первой планете. Вот этих тайм-триггеров, переходов. Там были какие-то, помнишь, такие, где три можно было зайти в самую глушь там какую-то и на ней было при переходе три этих времени. Причем мы в первом сценарии ее не использовали, они их две, помнишь, две одинаковых локации. И при сетапе первого сценария из трех у тебя используется только одна из них, но их две в коробке. Это значит, что какой-то сценарий будет использовать их обе и вход туда со всех сторон стоит три времени. Жесть вообще. Значит мощно, да. ну надо смотреть, надо играть и пробовать. Я говорю, мы играли в Странос, по-моему, это был, а кстати, я даже могу посмотреть, я прям записывал, я прям записывал, я прям записывал, когда ты один играл в Странос. Когда мы в четвером играли с ребятами? Да. Слушай, мне кажется, что у тебя Странос автоматически записывается, но Странос это огненный план. Нет, это я вписал, и поэтому он сдублировался, когда я создавал новую. Да, Странос огненный, Тимур говорил в четвером, мы играли в Стартовую. Да, мы играли в Таск Б, причем, да, мы еще в Таск Б играли, Пауэр, Аплэнти, я прям, ты еще раз рассказывал, но если вы не слышали, я повторюсь быстро. Мы, короче, у нас что-то случилось с Коробеем, и мы приземлились на большом астероиде, вышли батареи из строя, и мы, короче, тянули кабели, там такое, была вот здесь локация, и вот тут локация, и мы, ну, не было выложенного поля, и мы раскладывали их так, чтобы дойти, нам нужно было поставить в солнечные панели, которые светили, смотрели бы на звезду ближайшую, которая довольно близко была, и по высоковольтным проводам проложить провода, чтобы зарядить батареи этого, Скоробея. В какой-то момент пошел метеоритный дождь, и зафигачивало Луну, и метеоритный, ну, попал большой какой-то булыжник в Луну, и нам нужно было ее починить, потому что без нее не запускался гребаный Скоробей. Мы пока ее чинили, все сделали нормально, и вдруг в наш астероид попадает примерно стероид похожего размера, и разрывает на куски, отбрасывает Скоробей в космос, и мы на этих, на кусках камня такие все разбросаны, и вот пытаемся запрыгнуть в Скоробей вместе, чтобы улететь. Ну, прикольно же звучит. И мы, ну, вчетвером, было прям потно, мы вот прям, помню, ход в ход мы сыграли, и поэтому у меня такие вот ощущения, восприятие игры, вот на основе воспоминаний тех самых, потому что партия была офигенная. И вот эта партия не особо, ну, эмоционально уступила той, было сложно, было интересно, прикольно. Ну, они как обещали, что будем бегать, кричать от блатсакеров этих. Примерно так и получилось, да? Плюс эти волки на ФМС добавляют перчинку такую, что ты внезапно оказываешься на другом конце, потому что ты бежал спиной все это время. Все это прикольно, они не стали плодить 15 карт, они сделали 5 карт по 3 эффекта. Да, и при этом они кладутся под низ, то есть, ты знаешь, какая выйдет, там кубка, даже не знаешь, какие рандомные события. Ох, я что добавить хотел, что ты добавить хотел, если вспомнить, я сейчас добью, но в целом, в целом, прикинь, вот была какая-то интересная мысль, я ее, а, я хотел сказать, что единственное, мне, конечно, хотелось бы, ну, может, чуть больше повествования, возможно, это бы нарушало какую-то, ну, свою такую, ну, динамику игры, у нее есть своя какая-то такая динамика, вот, часто, знаешь, бывает, когда ты в большие представительные игры играешь, у тебя от боя до боя чтение, то есть, в игре нет динамики, обычно такие игры размазаны по времени, то есть, это вот такое вот, просто большое такое погружение, здесь больше экшена происходит, нежели вы что-то читаете, и, возможно, это нарушило бы вот этот вот баланс, как бы, восприятие, мне бы так хотелось, чтобы они связали три сценария на планете. да, я это как раз хотел добить, но, если бы они связали, чтобы их можно было... Можно столько же представлений оставить, прикольного, но если вы сможете три сценария связать, у вас больше свободы написать больше текста в общем на один сценарий, на три сценария. ну, тогда надо придумывать, как у тебя один сценарий в другой переходит, то есть, вот этот кампейн-элемент, чтобы ты добившись чего-то здесь, это переносил в следующее, это чуть сложнее. вот у вас три, вы можете их никак не переносить, просто чтобы они были сюжетно связаны. ну, я понял. и у вас же, вы же соединяете, здесь у нас в общем, по сути, три задания, вы их как-то, каким-то образом, сюжетно же связываете, но свяжите, так как три задания, свяжите также три сценария, каким-то таким же образом. вот, мне кажется, что это было прикольно, потому что я думал, когда я только-только начинал читать об игре, я думаю, изначально, что там так сделано. вот, они, видишь, как сделали, типа, правильная вселенная. ну, сделано так, чтобы ты из коробки просто вот так все достал, и начал играть. угодно, можно посадить в любой сценарий. сетап, по сути, да, сетап вообще несложный, потому что, я не знаю, видно было это на камере или нет, давайте я вот этот момент, вот, сейчас какая-то коробочка. кстати говоря, Тимур просто, Тимур просто достает эти четыре, четыре, трея, вот этот, который он сейчас трогает, я просто... это геймтрейс, если что. я показываю вот эти вот штуки, здесь, какие карточки кладутся сюда, вы просто из коробки этой планеты достаете карты. как коробка планеты, тоже геймтрейс. да, и раскладываете по типам, и все. да, сейчас я просто вынул, чтобы она не гремахала ничего, но по сути... по сути у вас, у вас вот так есть, и вы достаете вот эту штуку, тут лежат какие-то карты, вот эти все, ну и жетончики, да, тут лежат какие-то карты, какие-то жетоны, все в своих местах, вы просто достали эту планету, достали это, и у вас уже сетап есть. разложили по ячейкам, все, можно играть. вот это прикольно придумал. мне очень понравилось, я очень удивился, что когда ты достал из общей базовой коробки, Тимур достал вот эти 4 трея уже с ресурсами на них, и они были, ну, не куда-то по всей коробке мотались, они просто были прямо на этих треях. никаких... да, никаких зиплоков, не нужно, что потом высыпать, потом обратно собирать, нет, сейчас Тимур просто соберет эти 4 трея, получит их обратно в базовую коробку, все. это прикольно сделали, очень эргономично. так и будет, так и будет. Ладно, пожалуй, нам добавить нечего. В общем, я рад, я рад, что... Сыграй сейчас. Что, как бы ты так, ну, проникся. Да, да, ну, впечатление намного приятнее. Просто, я так, я говорю, я внутренне переживал, потому что это наша первая партия, но, хотя, когда планировал тебе показать, мне казалось, что подобного плана играть тебе должна понравиться, вот, и, ну, видишь, как, не всем нужно играть, видимо, в лайт-моде, чтобы проникнуться. Ну, я понимаю тебя, с другой стороны, выживач должен быть сложный. в этом... Ты должен что-то почувствовать, В этом интерес. В этом интерес. Возможно, что вот эта стартовая планета, которая ознакомит тебя с базовыми механиками, она нужна для более, всё-таки, новичковых ребят, которые мало, может, играли в выживачи, или вообще мало играли в настолки, потому что, допустим, я думаю, что если бы мы с тобой сыграли бы сценарий первый, на второй уровне сложности или на третий, ну, я не могу сказать, что мы там в механике что-нибудь с тобой не поняли или ещё что-нибудь. Может быть, да. У нас просто опыт уже какой-то определённый присутствует просто в такого типажа играх. Причём, правила, мы бы с тобой прочитали, они не... не сложные совсем. Они пугали объёмом, но написано очень структурированно. Они, кстати, забавные ещё написаны. Ну, я же говорил об этом. Блин, ну, в юморе, да, автор мне откажет. Да, кстати, и, как вы заметили, квесты и opportunity тоже прикольно написаны. Очень... Ну, так... Забавляет... Ну, слушай, ну, конкретно с кайфулиусом вообще просто какое-то там поедание мяса. Да. Это странно было. Вот. А в первой мы... В итоге, в итоге мы нас поели. Грибы. Грибы, там что-то, споры. Да, в итоге, на первой планете мы высадились, потому что нам нужно было поесть, опять закончились ресурсы, и мы увидели грибную планету, которая... Вот такие, типа, грибы. Грибы вроде как съедобные. Ну, да. В итоге грибы пытались нас съесть. Нас съели. Да, где-то... Интересно, каждая планета начинается с того, что... А, блин, это будет забавно, если каждая планета окажется... Да, нам нужно что-то поесть. Оказывается, в заднице, потому что нам поголодались. Да, поголодались. Ладно, спасибо за крутую партию. Спасибо, что в канал. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравится. Пишите в комментариях, как всегда. Подписывайтесь на канал, если у вас YouTube работает. Подписывайтесь обязательно на Telegram-канал. Ссылка, как всегда, в описании. Там много... Там же много интересного. Там очень много интересного. И на Boosty подписывайтесь. Там в Boosty чате ещё больше интересного. Там Эдуард пишет. О, и Тимур. И Тимур. Мы там не злоём, если чё. Там ещё есть люди. Boosty чат, я и ты. Такие... Очень грустный Boosty чат. Хотя, почему? Очень весёлый. Мы друг другу реакцию ставим. Очень весёлый Boosty чат. Не болейте, берегите себя, увидимся с вами. Совсем скоро. Пока. Пока-пока.